Приветствую всех, друзья! Вы на канале Shadow Real Play. Меня зовут Дмитрий. Друзья, мы продолжаем с вами Baldur's Gate 3. И идем по следу похитителя детей и, наверное, корги вот в эту точку спасти Ванру. Наверное, сюда. Ну, по дороге нам надо еще проверить, как поживает Александр Сельва, один из кандидатов на убийство. Красным маньяком, вот этим полуросликом. Или гномом. Вот у него есть две записки. Одна из них окровавленная, это плохо. Обрывок окровавленной бумаги, покрытой неровными каракулями. Ты зря сюда полез, грушка. Ты расставил огнеплюев этого лордишки по моему городу мерзость. Они не оставляют крови, никакой красоты. Оставляют только пепел и черный труп. Я пишу это, пока иду по твоему подвалу. А он большой, просторный. Никто никогда не соберет все кусочки тебя. Я как следует их разбросаю. Мы читали такую записку только там в начале. На краю этой карты. Управление по стокам и тоннелям известно об отвратительном зловонии, которое исходит от круглых уличных люков, открывающих доступ в городскую канализацию. Племя сточных кабольдов, нанятое для поддержания свободного тока, в ассоциационных тоннелях, похоже, было перебито или изнано неизвестными силами или обстоятельствами. Это мы тоже читали. В результате возникли засоры и, как следствие, неприятный запах. Управление принимает необходимые меры для разрешения ситуации и просит горожан воздержаться от попыток самостоятельно исправить проблему. Гражданам запрещают использоваться круглыми уличными канализационными люками. Оставьте ассенизацию профессионалам. Так, видишь, все задохнутся. Так, двойные двери красные, ломать нельзя. Двойные двери красные, а вот есть не двойные двери. А тут кто живет? Библиофил, тут книги продают. Можно через верх пройти. А, вот еще одна дверь. О, вот тут можно, вот тут легко можно, да. Только надо перепрыгнуть будет. А как-то перепрыгнуть через крышу? Так, нет, мы тут не взломаем. Тут постоянно ходят люди. Иногда невидимость брать будет, и то еще не факт. А мы ее уже использовали. Надо будет свиток брать. Давайте библиофил сначала. Посмотрим, что тут им пишут. Никому меня не опубликовать. Мой друг, произошла трагедия. Ты помнишь приглашение в салон Вола, которое ты смог не раздобыть? Оказавшись там и увидев его, я не мог не упасть на колени, потеряв дар речи перед таким великим мастером. И пока я лепетал, как полный дурак, все его друзья-писатели надо мной смеялись. Наконец, я ретировался, сгорая от стыда. Теперь весь литературный мир вратно смехается надо мной. А еще не опубликовал ни одного рассказа. Боюсь, что от меня отвернутся все издатели. Что же мне делать? Запрос на редакцию книги. У вас есть в наличии книга легендарной мужчины по измужественности? Я ее давно искал. Но многие все почему-то смеются, когда я не спрашиваю, но я твердо убежден, что пояс это не миф. И намерен сам надеть его, когда однажды найду любые тексты с упоминанием этой реликвии, сделают меня счастливее. Заходим. Опа, тут меня уже встречают. Здрасте, Нанси Грета. Снова возвращаешься? Я читателя сразу узнаю, когда вижу. Чего желаешь? Да я вообще-то первый раз тут, ну ладно. Так, деньги у нее есть. Есть всякие заклинанеца. Очень много книг, наверное, все, что вообще существует. Во вратах Балдора, да? Ладно, а у нас есть что-то на продажу? Да, мы там что-то насобирали. А вообще мы все продали. Нет, ничего нет. Все, давай, пока. Нет, ничего лучше, чем копать в старых пергаментах, правда? Жаль, что этот запах нельзя запечатать бутылкой и носить, как духи. Можно. А где второй этаж? А, есть второй этаж, все. Меня ваш второй этаж интересует. Все, сюда не лезть, сюда не лезть. Библиофил рекомендует. Отглянем, пожалуй. Торговец не возражает, рассматривает товар сколько угодно, главное покупай. Это нельзя как бы прочитать. Может только украсть. Прислужник воды. Прислужник воды это не то. Вот, рукопись. Тоже, наверное, не получится. Трайдер, кажется, украшен от вашего интро. Ладно, давайте наверх. Лестница вроде мой день красная, можно залезть. Фазу тоже пока не трогает, она рядом стоит. Где-то проход есть. А, нет прохода. Замечательно. Я думал, мы в дом попадем. Тогда только через задний двор. Чего записка? Сюжет. Наша история, это история взросления. Главный герой создает волшебный мир. Он попадает туда, и его провозглашают богом, героем величайшим из великих. После чего перед Джонатаном встает задача не совершить нечто достойное ожидания в этом мире. И вернуться обратно в свой. В его хаос и разочарование остаться при этом нормальным человеком. Ибо действительно, что будет, если оказаться в раю на исходе отрочества? Стоит ли витать в эмпириях? Эмпириях? Эмпириях, скорее всего. Или же истинный героизм состоит в том, чтобы вернуться в непростой реальный мир, оставив фантазии позади? Так, тут ничего. Тут ничего. На тросте у дворецкого нехилый набалдажник. Это мы читали где-то. Это запрещенная литература. В центре этой комедии ошибок дворецкий винт-центранспектон этот глуповатый и чопорный драконорожденный, который ничего не понимает в делах прекрасных дам и их кавалеров. Но постоянно вляпывается крайне эротические ситуации. Местные знаете, да, читали. Вот это странно очень. А ну светильник потуши. Вообще светильник в деревянной комнате, знаете, последствия могут быть разные. Так, давай это сломаем, наверное, да? Не то, что нас не нападет. Не обвинит нас. Ну, дарь. Понятно. Нельзя бить. Серьезно. Заперт. Не, он мешает, по-моему, гейл, да? Гейл, иди. Уйди, говорю. Неа. Нельзя ударить. Да, ваша доухарда. Хотел взломать этот замок. Он ломается. 15. Тут как повезет. Повезло. Открыто. Я глянул вдруг на что-то опасное. Так, это вам, это вам. Это у нас что? Первый набросок персонажа. Герой. Джонатан Али. Джонатан родился и вырос в тихом городе Эмин. Он всегда мечтал вырваться из рутинных школьных будней, работы и отдыха. Однако, Джонатан хотел чего-то большего, чем просто жизнь путешественника, искателя приключений. Он хотел создавать миры и силы своего изображения. Дженнифер Вален. Дженнифер, выросшая в северном краю Босс, была очарована миром природы, его существами, его физикой и тайнами, которые еще предстоит открыть. Хоть она и преуспела в алхимии, она никак не могла избавиться от ощущения, что главная истина прячется где-то за пределами мира природы, какими она его знала. Драконич. Это огромный черный варк, размерами вдвое превосходящих своих братьев и сестер. Он отправился на поиски достойного компания для своих путешествий. Драконич не боится ничего во всем свете, кроме трясунов. А, второй еще. Первый набросок в мир. История начинается на дороге в окрестностях Хэммина. Здесь Джонатан упражняется магией, необходимой для воплощения в жизнь его воображаемого мира в вечной зиме. Это обычная утоптанная дорога, змеющаяся среди зеленых холмов. О мире, где наши герои находятся изначально вообще, сказано очень мало, и это сделано намеренно. Я хочу, чтобы читатели представляли себе обычный мир таким, какой он видится им, по их собственным стандартам и шаблонам. Так наша история становится по-настоящему универсальной. Вечная зимняя – это край заснеженных вершин, скованных льдом озер и уютных деревушек, расположившихся у подножия великих гор. Ледяные феи на службе королевы Тумбры патрулируют эти земли. Королева правит ими и правила испокон веков. Прибытие Джонатана знаменует собой исполнение пророчества. Ему суждено стать богом, королем и править рукообраку с королевой до конца дней. Так, ладно. Ужин свечной цитадели. Мой дорогой ученик, я ошибся на твой счет. Во время учебы в свечной цитадели ты наставил, чтобы в библиотеке у нас были приключенческие романы, а я пренебрежительно отмахивался. К своему стыду я вынужден признать, что во время долгой поездки в Каретию мне под рукой не оказалось ничего, кроме книги с названием «Морские псы. Проклятие ромового голема». И хочу тебе сказать, что мое старое сердце в последний раз сбилось так быстро еще в прошлом веке. Не приглашаю тебя вернуться в свечную цитадель в любое удобное тебе время. И, быть может, мы вместе напишем работу об этом сенсационном явлении. Вот с удовольствием бы вернулся в Кэндл Кип. И в Берегоз бы вернулся. Посмотрел бы, как он выглядит спустя столько времени, да? А нет. Там мы уже не побываем, наверное. Живая музыка, поющие лютни. Они поют, зарабатывают себе на ужин, пока вы едите свой. Какая лютня? Это дом Хэнка. А что за лютня? Еще и поющая. А это что? А, это вход куда-то. Ладно. Давайте сначала взломаем дом соседний. Та-а-а, что тут пишут? Скомканное письмо. Хэнк. Репетиция на следующей неделе. Не опаздывай, а ты вылетишь. Агамид. Уведомление о службе очистки. Прочесть. Управление под стоками и тоннелями, известным отравительным зловониям, которые исходят от круглых уличных люков. Вот мы читали. Уже несколько раз. Так, давайте залезем во двор. А тут народу столько бруль. Чего тут ходит туда-сюда? Вы же ничего не делаете толком. Так, ладно, я сейчас отопру дверь. Стойте тут. За мной не ходите. В принципе, я мог отсюда прыгнуть. Бронирование открыто. Вот это она и есть, та самая лютня. Поющая мини-таверна какая. Ладно, зайдем чуть попозже. Давайте туда запрыгну я. Ну, вообще-то на второй этаж нужно, но я думаю прыгнем. Без вас всех. Путь перекрыт. Замечаю. Давай сюда. А теперь... Недостаточно места. А сюда? Давай. Шикарно. Я в заднем... На заднем дворе, да. Это имею в виду. И здесь у нас мусор какой-то. Все снесли сюда. А что, неплохой дворик. С видом... ...на море. На океан, если, конечно, убрать забор. Тут неплохой можно было кафешку сделать. Ладно, открывай. Только желательно еще и центральную дверь как-то-то нам вскрыть бы. Дом в сельве. Есть подвал, есть люк. Все в кровище. Ну, как обычно. Здесь что-то есть. Да, здесь что-то есть. Крыса сверху слезла. Кровавленый пергамент. Этот клочок пергамента вис пятнах, насыщенного красно-коричневого цвета. Те, кто желают предстать перед трибуналом ладыки ужаса и войти в храм бала, должны убивать цели из этого списка и представить, зачившись как убийца, совершенный культом Абсолют. Кажется, доказательство убийства принести с собой ладонь жертвы, ступать путем крови претендентом. Детцогиня Белина, Стелмина убита. Это мы с вами читали. Убит. Капля убит. Сельва убит. Ну, мы это тоже уже узнали. Франк, грушка убит. Кора Хайбери жива. Фигара тут все еще жив. Шеф-повар выжил. Неша Леиша, смущенная русалка, к ней идем. В Антапур, это верхний город, это еще недоступно нам. Так, исследование города, подземный город. Андерсити. Для бесстрашных энтузиастов, которые занимаются изучением потаенных уголков врат Балдера, самое увлекательное испытание это погружение в темное царство под улицами города. Все, конечно же, знают, что городская канализация, протяженные тоннели, по которым течет вода, уносят отходы серого га. Они спустятся через любой из круглых уличных люков. Нет, мы тоже с вами читали, ну ладно. Вы окажетесь в тоннелях. Вы поведете удивительно, довольно шумный мир, населенный в основном полуцивилизованным племенем кабульдов, обслуживающих трубы и водоводов. Кстати, мы ни одного кабульда не встретили с вами за всю БГ-3. А еще говорят, что где-то в дальних уголках тоннеля есть потаенные проходы и затерянные руины подземного города, населенные уже совсем не кабульдами. Сама мысль об исследовании этого опасного региона захватывает, но во избежание обвинений, подстрекаясь, автор никому не может советовать это попробовать. Так, серебряная тарелка. Отряд получает 210 опыта. Почему? За что он получает 210 опыта? Котел. Люк. Ладно, мне надо народ сюда впустить. Как мне народ сюда впустить? Как-то надо впустить. Если я буду сюда взламывать, то... Могу сломать, конечно, дверь, но это не совсем будет красиво. Так, это кто-то у нас. Давай я попробую вскрыть, но у меня это может не получится. Тут 15 будет. Еще и без Shadow Heart. Слушайте, Shadow Heart, а вы не хотите к нам присоединить? А ты где это стоишь? А, ты даже еще не спустилась. Вообще класс. Туда не попасть, понимаю. И мы тоже не можем двигаться, видели? Понятно. С вами все. Но она, наверное, не запрыгнет в эту часть, вот эту верхнюю. Тришком высоко, согласен. Карлах. Карлах может. Карлах сюда. Все-таки двоем лучше, чем одному там быть, правильно? Гейл. Ладно, Гейл, стоит что с Shadow Heart вместе. У нас с Карлаху что-то разберемся, как мы двоем. Вдруг засада какая-то, так мы хотя бы бой дадим. Привет, напарница. Дахешкин, матрешкин. Все, теперь мы команда. Так, ну давай, пошли наверх посмотрим. Типа сидят пока там. Я думаю, ключ-то мы с вами найдем от дома. О, Карлах, как раз крыса. У тебя же работает эта тема? Работает или? Ну, ну пообщайся. Блин, вон он валяется. Привет, привет, ты будешь новым сыронятелем? Хорошо бы, это же последние крошки доедаю. А что стряслось с твоим прошлым сыронятелем? Его звали Александр. На самом деле, всякое ронял, но сыр был вкуснее всего. Потом пришел этот красный тип. Ммм, я даже не знаю, кто такой сыронятелем. Ну, сыроронятелем, наверное. Расскажи мне об этом красном типке, который пришел к Александру. Это был Дварф, весь одетый в красное. Он улыбнулся и прижал Александра к себе, а потом Александр стал кричать и вырываться. И скоро он тоже стал весь красным. Из Александра выпало столько красных кусочков, но вкус они были как соль, ржавчина. Очень вкусно, даже лучше сыра. Ммм, а куда ушел Дварф? Прочь, делай другим красным и рассыпайте вкусные кусочки. Людоед, уходи поскорее. Тебя так пахнет, что не ужасно хочется твоих кусочков, но кусать тебя будет невежливо. Кошмар. Рыбопоедатель трупов. Ты пахнешь едой. Я знаю, сегодня вечером. Не могу, сейчас улыбайся. Дружище, мы о тебе беспокоимся. Встрял по самой уши в эти бредовые теории заговоров и превратился в зануду. Приходи сегодня с нами выпить, поющая лютня, на закате. Не вздумай манкировать, а то мы сами за тобой припремся. И не обещаю, что трезвыми. Балкончик с дорожным сундуком. Можем ударить, конечно, но могут увидеть сверху. Не знаю. Ладно, сохранись. Если ее дадут ударить, то нормально. Сейчас посмотрим, что там. Глаз, нотика. Угненный янтарь. Понятно. Кстати, отсюда можно легко было запрыгнуть. Вот тут нет быльц. Вот, на второй этаж отсюда. А ну, подтягивайтесь сюда. Можете даже парочкой. Мытук у нас застрял на втором этаже. Все-таки он любит книги. Ну, мозг читает. Так, буфет проверяли. Неа. Смотрите, сюда можно запрыгнуть. Да как путь перекрыт? Слишком высоко. Вот он может. А ты что, не можешь, Shadowheart? Смотри. Даже он смог. Воу. А че мы не цепляемся? Мы, давай. И сюда. Даже не двигается. Нет, Shadowheart не тянет. Ну, тогда цепляйтесь. Я готова. Shadowheart, че за дела? Ты единственный, кто у нас может замки вскрыть. Слишком высоко. Слишком, блин, чуть-чуть не хватает. Сапоги лень переобувать. Эй. Слишком высоко. Слишком высоко. Ну, ладно, стойте там. Мы все равно не подтянулся. Я будем так и так действовать, да. Не, не Shadowheart. Не, не, не. Shadowheart оторвать. Гело прилепить. Во. Так, пошли трупик осмотрим. И сюда. Брусок мыла. Пустота. Не, может его оживить надо, допросить, а я ж не могу. Записка о сыре. Ну, давай, попробуем его смотреть. Кусок тухлого сыра. Глубоководье. Записка о сыре. Успешные сыры. Красный, белый, желтый, пряный. Нежный, неуспешный. Копченый, с плесенью, вощеный. Он предпочитает мелко раскрошенный сыр. Ну, что, надо Shadowheart все тащить. Проходи ломать двери тогда. Ломать не получится. А у Гейла, по-моему, нет такого, да, заклинания. Гейла, тебе и заклинание. Взлома я его, по-моему, убрал, да? Да, я его убрал на уменьшение. Вот оно. Ну, давай вот сюда. Что? Сейчас уберу. Ну, давай, Жахни. Вот это дело, иди сюда. Подожди, это не заклинание. Это дверь пространства. Ее, мы похожи. Похоже, блин. Она где-то, вот она. Да, давай. Сейчас бы ушел в пространство у меня. Все, в открытом. Можешь и убирать. Хотя, если уменьшение, нужно будет поставить шеву каренс. О! Сесико Бор зашлакнул. Че, дверь открыла-то? Я не понял. Shadowheart, дуй сюда. Быстрее только. Мы открыли тебе дверь. Давай, там труп надо оживить. А ты куда побежала? А что с нашим мозгом-то делать, а? Мы? Как тебя вернуть? Давай сейчас поднимем. Так, подойди. Все же правильно, да? Ну да, это он, да. Вот у нее тоже есть дверь в пространстве. Думал, у нее есть открытие замков. Кстати, у тебя есть открытие замков? У нее нет открытия замков. Ну и ладно. Так, но зато она умеет разговаривать с мертвыми. Наверное. Че еще у нее есть? Ну, подожди, я гляну чуть-чуть. Одним глазком. Особо-то ничего и нет. Ладно, давай. Думаю, что это пригодится нам для исследования, мало ли. Труп смотрит на тебя мертвыми глазами. Кто-то мы знаем, что с тобой произошло. Мы знаем, кто убил тебя. Мы знаем, откуда ты. Мы знаем, что ты делал до того, как тебя убили. Что у тебя была за работа? Почему тебя убили? Как звали твоего убийца? Ты давай. Труп измолвствует, он явно не знает ответа. Ну как это? Вот ты с ним обнимался. Почему тебя убили? Труп измолвствует, я не знаю, это ты. Потому что он в списке находится. Мы-то знаем, почему. Что за вопрос? Только их можно уже не оживлять тогда. Что ты делал до того, как тебя убили? Изучал странные записи. Какие странные записи. Лавка над гробью. Хозяев нет. Много лет уже. Лавка над гробью. Мы там были. Там дверь у нас заперта. Старая лавка. Кэндалл Холлоу. То есть, она загружаться. Потому что нам расскажет про ту дверь больше. Вот именно про лавку интересную. Кэндалл Холлоу и все такое. Сейчас мы его допросим именно по этому ключу. Всего пять вопросов можно задать. Три задал. Два просто так. А вот третий как раз то, что нужно. И плюс еще и его звали в эту соседнюю таверну. Надо будет зайти. Эту люднюю, которая по соседству. Так, а где твои... А, еще подвал есть. Мы еще в подвал с вами сейчас заглянем. Точно. Может там что-то найдем. И мозг надо... А, мозг сам надо добавить. Не надо мозг тащить. Твою мать. Я не сохранялся? Пошли. Ничего себе. Надо кнопочку нажимать почаще. Пошли открывать дверь. Нормально. Давай. Так, давай сюда. А, удалить сначала нам. Удали вот это. Добавь вот это. Так, и теперь жахни вот это. Надеюсь, нас не обвинят в том, что мы двери с вами ломали. Какая-то тетка прибежала и открыла двери. Вот это вот. А чего ей надо такое? Я так и не понял. Ну ладно, больше ничего не нужно. Так, все сюда. Все, пожалуйста, сюда. Ну кто есть? Ну и Shadow Heart. Я не знаю, как она сейчас дверь откроет. Откроет обычно. Откроет обычно. Никто не против? Ну, либо нет. Все, сохранись. Нет, пошли наверх. Ну вы нафиг. Это все дело. Буду сохраняться на каждом шагу. Реально, очень много мы делаем с вами. В минуту, да? Так, пошло в сохранение. Сейчас мы именно про то, что ты делал спросим. Так, ну... И в подвал. А так мы все смотрели. Давай, конкретно по делу. Так, что ты делал до того, как тебя убили? Странные записи, от мы слышали. Какие странные записи. Хозяев нет, много уже лет. Какая лавка над гробей? Кэндал Холлоу. Ну и все. В принципе, я все спросил. Ладно, а что у тебя была за работа? Инспектор пристаней. А что за работа такая, инспектор? Решаю проблемы, все проверяю. Ладно, покойся с миром. Вчера, заглянуть на все. Все. Силы, заглянание сиявкой. Вы не можете задать больше вопросов. Все. Все богини в храме поддерживают в регионе мир, а у проходящих мимо кораблей есть отличный повод зайти в порт, отпустить команду на берег и отдохнуть в лоне милости лодыжцевод. Но если встать у сучьей царевны на пути, можно дорого поплатиться, когда с визитом нагрянут ее свирепые слуги Сахваджейны. Мы уже, кстати, встречались. Не помню, а счет у нас. Кусок тухлого сыра. Вот так вот. Ладно, пошли в подвал, посмотрим. Запись о сыре, я сейчас гляну быстро одним глазом. Что-то это значит. Все, в подвал давай. И сохраняйся почаще. Готово? Давай, сейчас мусс подтянется. Поддался ее, трупы как заявление, что-что. Трупы как заявление. Кто-то наслаждается делом своих окровавленных рук. Ловушка, что ж, потанцуем. Сказала Карлах. Кейт Би Пол. А где ловушка? Дыхание в бутылке, а вот ловушка. Как я ее сейчас обезврежу? Я профессионал, давай. Не надо ничего взрывать. Вместе с тем, что все. Держи внимательно. Это ловушка. Где еще ловушка? Где еще ловушка? Ты же только что увидел ловушку. Ладно. Уинслов Рейджинал. Уинслов Рейджинал. Ступня клоуна. Абазигаль четвертый. Прочесть. Чучело Абазигаля, летавшего на дырявых крыльях. Что толк от его гордыни, считая себя драконом? Умер как червь. Ниже красуется с чрезмерно вычурненной подпись, начертанной кровью. Орин красная. Так, ты же собирай. Я забываю, кто нас собирает части тела. Шадо Хард, ты же, да? Да, Шадо Хард собирает. Вон она не. Давай туда его. Так, мы нашли клоуна каплю. Ступня. Так, мы нашли ногу, да. Есть. Мы нашли ступню. А у тебя нет второй ступни? Нету. Ну, ладно. Так, угасший свиток обращения. Это что такое? Изъеденный временем пергамент этого свитка ослоился и повытерся, скрыв большую часть содержимого. Судя по всему, в свитке описан процесс разрушения чар, что вынуждали могущественного дракона сложить кому-то другому. Так, это что? Дыхание в бутылке. Испытание пройдено масло. Тут масло вылетает. А, они все упали, ударились и умерли. Так, отлично. Ну, зажги вот эту штуку. Открывай вот эту дверь. Осторожно, ловушки. Ну, ты не пострадал. Это хорошо. Не понял, откуда здесь свет? Откуда свет? Тут окон нет. Что-то за свет. Сейф. Так, стойте тут. Пойду вторую дверь открою. Не успешно получается не умереть. Заметки из магазина надгробий. О! Кстати, мозг, привет. Я заметил несколько странностей вокруг надгробия Кэндалл-Холлу и решил в свободное время понаблюдать за тем, что вокруг творится подозрительно. Лавка действительно странная. Она как будто никак не связана с основной похоронной конторой Кэндалл-Холла в Восточном квартале. Да и вообще в ней, кажется, ничего и не продают. Работает тут все один несмышленый торговец, которым явно нечем заняться. Хотя порой к нему заходят редкие покупатели, они подолгу торчат в лавке, иногда по несколько часов. Когда они выходят, у покупателей обычно вид какой-то другой. Честное слово, мне однажды показалось, будто у одного из них одежда прежняя, а лицо другое. Надо быть поосторожнее. По-моему, торговец меня заприметил, понаблюдаю еще день. Странное это место. Что пребывает внизу? А, он погрешел. Паламон Дон утверждает, что до того, как Балдоран вернулся в Серую Бухту, с обретенным в морях сокровища основал Великий Город, в Устье Чиантара была лишь маленькая приближная деревушка. На исполинские подземные рыны, сокрытые современной кондиционной системой, нашего города рассказали совсем другое. За много веков до того, как Балдоран построил свою морскую башню, в излучине Нижнего Чиантара уже шумел город. Мегаполис с величественными бульварами и гранитными шпилями, возносящимися к небу. Неизвестный катаклизм разрушил дома и похоронил их под толщик горной породы. Что за забытый народ жил здесь задолго до Балдорана? И что еще важнее, кто или что до сих пор живет в руинах разрушенного портового города прямо у нас под ногами? Какие предметы, существа или творения скрывают глубоко под нашими улицами? Есть ли у них план на мир на поверхности, которые мы считаем нашими? Каменная стена. Послание Свечной Цитадели. Избранная, конечно, наиболее примечательных писем Свечной Цитадели. Мудрец Ольминец, что-то читали уж. Так, золоченый сундук. Заметки и наблюдения. Записка Александра Селли. В общем так, мои ребята, следя за надгробиями, уже дней десять. Видели, как вновь зашла толпа народа в длинных плащах, а вышло мало. Странное дело, как они только туда влезли, лавка-то крошечная. Короче, такие дела. Своё мы за десять дней отработали, хочешь дальше плати ещё. Всего хорошего, роу, лунный свет. Запись о праве собственности. Записка, которая подробно расписана историей о надгробии Кэндл Холлоу. Несколько поколений семья Кэндл Холлоу владела заведением ритуальной услуги Кэндл Холлоу. Лей Лена Кэндл Холлоу стала владельцем в 1472 году и попыталась создать в конторе новый образ, переименовав её в надгробие Кэндл Холлоу. Обновлено её это было призвано подчеркивать наши главные ценности, хоронить народ быстро. Некие искать приключения сдали кулакам Лей Лену за некроматические занятия. Где её держат, с тех пор неизвестно. Лавка за несколько месяцев не продала ни одного надгробия. По счётам, как кто-то продолжает платить, платежик куда-то пропал. На платежи идут. Как? Дорожный сундук. Так, это эликсир стучится к яду, это тебе, это тебе, это мне. Взгляд смертного или размышления свидетеля о кризисе порождения Бала. Печать гильдии на внутренней стороне обложки принадлежит союзу граверов во фронтах Балду. Разумеется, я всё помню. В ту минуту, когда девушка вошла в дверь, я сразу почлил неприятности. Мелкая воровка, вечно сует нос, чужие дела. И этот воспитание Гориона с ней под ручку. Эймен, да. Ишет. Неудивительно, что в их жилах текла кровь злобного бога. А на ним свечная цитадель. Саревак, её банда всегда первым приходит на ум. Ты знаешь, что всё это началось с небольшой горки железа в Нашкеле. Все думали, что оружие прямо у них в руках развалится ржавчина. Тогда я думал, что проблемы плохому поставщике. Я никогда не подозревал в нём сына Бала. Амский наёмник, рассказ-то, спятом мадре. Как, ну, это что-то читали в начале игры ещё. Как ты смеешь называть моё имя? Моя возлюбленная превратилась в пепел в её против этих проклятых. Ублюдка, будь проклят Бал, будь проклятый Реникус. И ты тоже будь проклят, злобный вампир трущобы от скалы. Все знакомые лица с пятеро разрывали цитир на часть. Вряд ли кто-то ожидал, что появление новых отродей Бала положит конец войне, которые отродя Балы и начали. С другой стороны, они уже все пытались поубивать друг друга. Туда, ами дорога, надеясь, что все они до единого сперта. Стерты с лица Файруна. Царадужский торговец, ударивший себя на покой. Мне разрешается обсуждать любые убийства с такими, как ты. Если хочешь поспорить, обращайся в морскую башню. Но, если честно, кому какая разница, если отродям Бала насыпали соли на хвост папашкой, и в конце концов убийца, десница огненного кулака врата Балдора. Далее следует еще несколько сотен бесед, большинство из них очень короткие. Так, что это за дверь? Куда она ведет? И что это за сейф? И чем нам его открыть? Ладно, давай попробуем. Апана. И чего тут у нас? Какие интересные у них подвалы у всех. Всякими стенами огорожены. Ключ от сундука сельвы. Не сундук, а от сейфа. Нашли. Копье. Дворучный топор. Кинжал. Деревянный сундук. Так, народ, подтягивайтесь. Тут кое-что, но есть интересное. Ну, хотя бы железо заберете. Орла, забирай железо. Ты его передавай долго. Оржейная у него тут своя была. Его не убили. Так, пошли открывать. Это мы сюда ради ключа зашли. Хотя могли просто скрыть, да и все. А это что за дыра? Ну, сюда. Это просто дыра. Ладно. Где-то думал, тут какие-то секреты. Мелочишка и камень. Понятно. Все понятно. Идем дальше. Сейчас зайдем в лютнюю поющую. За тем домом наблюдали. Этот дом пытались разгадать. То есть, место интересное. Мало информации. Как вскрыть ту дверь. Так. Так. Ну, мы не сдаемся. Вот с этой дверью уже кто-то вскрыл. А это мы. Тут что, опять эти кулаки стоят. Живая музыка. Поющая лютня не поет. Зарабатывай себе на ужин, пока вы едите свой. Вот мы читали. Ждем вас в знаменитом подвальном баре. Поющая лютня. Дом. Брей Эль. За добрую монету. Мы рады всем. Ага. Поющая лютня. Комната бармена. Дверь заперта. Ну да, это же комната бармена. Дом Хэнка. Вход за вас прещен. Ну, это так. Так он думает, что вход за вас прещен. А зачем ты тогда сюда лестницу такую сделал? Как будто летнее кафе. Забор бы поставил. А чего ты стоишь все? Брась. Брась, сейчас не надежусь. С разговора лучше не приставать. Ладно, дежурьте. Выпейте в поющей лютне местные сорта пива и особые наземные напитки. Поющая лютня. Здорово, Фуксия Виноград. Вынужден извиниться. Мы с возлюбленным любуемся видами города. Да, пожалуйста. Бог, я терпеть не могу это место. Что-то он не очень любуется твой возлюбленный. Так, а тут что? Может быть, сидят не может. Здрасте, Фло. Отвали, вояк. Это не в моем вкусе. Отшили. Давайте сюда. Тут еще можно в ней ниже спуститься. Тут аж тоже лютня. Тоже лютня. Только сюда вход воспрещен. А вот тут уже вот, это интересное место. Тут вход в тюрьму. Ну ладно. Ну что, я захожу. Поющая лютня. Тесновато как-то вас взяли. Чисто это... Остаканиться зайти и выйти. Не посидеть. Не юбилей отпраздновать. Ничего. Здрасте, Тендер Хэнк. Либо сядь, либо вали. Вау. Так не разговариваю с покупателями. Джаблид, наверное, ругайся какой-то. Налименький. Возьми да налей. Трудно, что. Хороший тут сервис. Ну какой кафе, такой сервис. Ладно, ничего у тебя нету. Вообще интересно. Слушай, а как мне посмотреть твой дом сверху? Ну давай ниже попробуем спастись. Хотя я вылезу как раз к нему. Если вылезу. Так, в эту зону не забегай. Это зона квеста. Может произойти все, что угодно. Безголовая рыба. Хилю. Эй, друг, я гляжу, у тебя снаряги полно. Не одолжишь целебное зелье. Да сколько угодно, мне полно. Ты же огненный кулак. Неужели квартмейстер тебя не отоварит? Да это не по сути. Меня собирается избить громилы, которых нанял Хурлбут Хун. И как тебе поможет зелье? У Хурлбута Хуна денег достаточно... Точно куры не клюют, раз он может нанять головорезов, чтобы напасть на огненного кулака. Какой дурак натравит громил на огненного кулака? Семейство Хунов, это же богачи из Вишнего Горда, верно? Ну давай вот это. Такие богатеи, что гадят золотые горшки, по крайней мере. Так мне Хенриетта говорила, эта дочка Хурлбута. А, ты с ней, да? Мы с ней обручен, я понял, были тайны. Но теперь ее вроде как хотят выйдет замуж за Дерка Риллина. Я пытался с Хеней увидеться, но ее папаша нам помешал. И теперь ты готовишься пострадать за свою любовь? Если я вздумаю бузить, это может ударить по Хене, а ей без того проблем хватает. Дерк Риллин тот еще козел. Не знаешь, ты видать, что такое любовь. Да вот недавно познал. Хотя, может, и знаю. Вот возьми целебназер. Ты рассказал мне много нового о том, как в артах Балдера вершится правосудие. Удачи. Ладно, держи целебное зелье. Еще и мой самый любимый вкус. Спасибо, друг. Не влюбляйся в дочек богатеев. Вроде бы, что Духарт не дочка богатеев. А мы, кстати, ее родители еще и не видали. Мы только вот-вот познакомимся. Так может тебе помочь чем, нет? Здорово, я все еще на своих двоих. Ну, ладно. Больше еды. Я на медне у вас отужинал. Должен сказать, это потрясающе. Да, просто отменное. Но почему вы только по вечерам работаете? У вас повар-вампир, что ли? Если да, так завесьте кухню штором и пусть готовят себе днем спокойно. Я бы хоть каждый день у вас обедал, если бы кухня работала. Как мне войти в этот подвал? Поющая лютня. Кухня закрыта. А почему? Открыта бронь столов на сегодняшний ужин. Яс, который согреет вашу балдорскую душу. Поющая лютня. Кухня закрыта. Но тут же говорилось про подвальные помещения какие-то. Че она-то, как мне туда залезть-то? Это дверь открыть несчастную. Ну, он, в принципе, не смотрит. Если так, то можно попробовать. У меня-то просто дверь открыта, и все. Все, заходите. Кухня открыта. Как я говорю, встань. Хватит ползать. Ну и чего тут? Безголовая рыба, танец бардов, музыка и текст. Толстонарезанная ветчина. Целая курица. Кольца сшены колбаски. Ну, для нас тут особо такого ценного-то ничего и нет. Давай танец барда, все это так за хрень. Прочесть. Танец бард, пятки вместе, руки плавно, топни каблуком, раз, два, три. Шаг налево, два шага направо, повернись и посмотри. Два поклона, восемь реверансов, но не спотыкайся, не зевай. Беззаботно наслаждайся танцами сначала, начинай. Ладно, подвала вроде бы нету, да? Ну что, пошли в кабинет этого злого бармена откроем. Я думаю, мы тут какую-то информацию с вами отыщем, но все же. Ладно, еще, может, вернемся. Так, тут, правда, все ничего, но вот это вот, вот это вот, вот это вот. Кто-то на меня смотрит, может, нам помешать. Руководство, лютня. А через крышу, не? Я могу сюда запрыгнуть. Не, через крышу, не. Комната бармена, блин. А ну, все, ну, или так. Хотя, что так, мне надо вскрывать. Шедо Хард, иди сюда. Или заклинание, он, чеба. Так, заклинание все услышат. А тут еще и видно все, блин. Вот этот смотрит, прям сюда. А теперь не смотрит. Так, поменяйтесь с Шедом, блин, местами. Ну, чего, как... Во, вот так. Жалко, нельзя с собой закрывать обзор. Это было прикольно бы. Тесновато нам всем. Ну, давай попробуем. Тут явно замышляется преступление, согласитесь. Явно тут что-то нечистое происходит, смотри. Ну, давай, вроде бы далеко они. Можно, конечно, его отвернуть пойти, но... Поможет ли это? Смотри, как тепло. Нас заметили, по-моему, нет? Вроде бы нет. Вот это надзорщики. За порядком, блин, они следят. Так, тут стоит, наверное, сохраниться. Все-таки открыть сложнее. Ну, взломать, чем открыть просто. А ты это надзорщики. Давай, открывай. Ничего не видит. Так, чего тут у нас в кабинет? Руководство мог... Это что, рычаг? А, это людня. Читай, чтобы это ни было. Эта книга представляет собой грубое, но достаточно полное руководство по смешиванию напитков. Автор не устает провозносить достоинств коктейлей на основе джина и виски. И с этой же энергии поносит напитки на основе водки, вермута и рома. Кроме того, книга соответствует миксологам, как опытным, так и начинающим. Не называть себя миксологами в присутствии других. Говорите, что вы бармен. Советую текст. Ну, или, по крайней мере, мастер по коктейлям. Когда вы говорите, что миксолог, вы похожи на пущенного идиота. Миксолог. Скромный путеводитель по винам. Это мы читали. Лирический набросок. Мое сердце пустая ваза. В поисках рост. В поисках лютиков цветочка. Пусть как раз. Сделай ярче мой мир, прошу. Сделай ярче мой мир. Пусть твои маленькие лепестки упадут в мое чистое свекляное сердце. Это бармен? Вот тот самый, да? Такие стишки пишут. Молодец. Так, тут что? Майки. Собственно, тоже ничего особого. Людь не только есть какая-то. Красная. Ну, не знаю. Нет, пусть стоит. Мало ли, вдруг она для кого-то квест. Ну, все, пока сюда не нужно. Тут, может, что-то с чем-то и будет такое связано. Потому что три помещения, фактически. Интересный персонаж. Ну, мы вскрыли, а дальше посмотрим. Так, идем дальше. В этот угол не идем. То, что здесь уже квест. Мы идем с вами выше. Тут у нас Ванра. Это уже русалка. А это не Шалиша. Это, наверное, мы зайдем отсюда. Если она, конечно, не в русалке находится. Вот этот дом мы еще не посмотрели. Что это за дом? Желательно, туда завернуть бы сначала. Так, сохранился, нет? Давай еще раз. Глянем туда. Кто это? Охранник Гурира. Это Гурир? Охранница Таслим. Передо дна. Ну да, вот вход в русалку. Я сегодня на дежурстве. Да, Кал. Вернее, был бы не на дежурстве, если бы не это чучело. Если тебе в счетную палату, вон туда иди. Этот пьяный, да? А, шикарная форма, да? Или пьяная? Стоп, почему я? О, так у меня же смена в счетной палате. Упсики. Может, их как-то используешь, чтобы проникнуть в счетную палату? Ладно, подумаем. Тут какие-то бандюки. Вот дом, который мы не изучили и не посмотрели. Охренеть, изучили и посмотрели. Мужик сгорел. А это кто? Орай об лорда. Что происходит? Сейчас рва... О, боги, неужели это ты? Что у тебя надо? Что за взрыв был? Пошел прощение за беспорядок. Твоя кровь оказалась куда нестабильнее, чем я ожидала. А, мы с тобой виделись. Это Астарион она укусила. Помните? Кровавая торговка. Вот уж не надеялся повстречать с тобой снова. Это когда Астарион мне плюс два силы подарил. А потом они куда-то исчезли, наверное. К счастью для всех нас судьба сильнее надежды. В башнях лунных мы ее встретили. Видишь ли, это твоя кровь вызвала возгорание, которое тебе только что довелось наблюдать. Просто невероятно. А что моя кровь? Это прорыв в кровавых искусствах, равно к которому мир еще не видел. Великий матриарх вынуждена будет вернуть дом у Лорда в былое величие, когда я представлю свое исследование. Так мужик загорел. Однако что я все еще себе да себе, когда на моем пороге стоит штыч, и я кровь поистине уникальна. Ты опять меня хочешь укусить? У меня теперь на этот раз, да? Если ты зайдешь внутрь, мы с тобой можем обсудить вещи куда более интересны, чем политические дрязги, дроу. Ну, ладно. Почему бы и нет? Да, тогда следуй за мной. Мудрец кровь завета. Гейл получает вдохновение. Куда за тобой? Куда пошла? Алло. Ого, разнесла, хрена весь дом. Тут что-то есть. Ключ от люка корминных настоек. Куда пошла опять? Так, ключ-то надо взять. Куда она ушла? Эй! Она ходит туда и сюда просто. А где она делается уже? А вот она. Она не могла пройти. А теперь может? Охренеть. Она, походу, застряла. Ну ладно, сейчас. Чё ты у меня хочешь? Опять пошла. Уютное место, не правда ли? В этих четырех стенах творились алхимические чудеса, каких не видал даже Унгар Дорун. Так ты тут же стоишь. Итак, ты здесь, и алмаз моего исследования совсем скоро будет огранен. От тебя потребуется только выпить формулу Грана. Вообще-то, ты остарен у нас по этой части. Но он уже на пенсии. Формула Грана? Именно формулы с арку по фруак оказались невероятно пшиком, но Грана совсем другое дело, можешь мне поверить. И что делает твоя формула? Когда ты впервые вошёл сюда, ты увидел воочию все скрытые дремлющие силы в твоей крови. Формула Грана поможет высвободить эту силу внутри тебя. Я вообще-то не ем всякие пиявки там, и всё остальное. Некий риск присутствует, но это совершенно безопасно. Для кого? Я видел безопасность, дома нет. У нас уже есть в группе бомба сейчас у механизма, и одной такой вполне достаточно. Гил, давай ты съешь, и будет две бомбы в одной. Блин, ну надо попробовать. Один раз я согласился на операцию с глазом. Какая польза-то большая, да? Всю игру вижу невидимое. Ну давай. Замечательно. Я всё дрожу от предвкушения. Уж и забыла, когда в последний раз со мной такое было. Так встань вон там подальше и пей залпом. А чё подальше? Давай возле тебя выпью. Ой, ёперный. Ну да. Таинственное изделие. Так, народ, я от вас отойду. Есть такое, что... А, я сейчас с ней пойду. Подожди, я сейчас внизу хлебну. Мозг, я тобой тоже не могу рисковать. Оставайся здесь. Всё, пью. Прошу прощения. А куда ты идёшь? Сюда, пожалуйста. Снадобье. В смысле, куда, пожалуйста. Я пью твою снадобье, давай. Ну и... Я взорвался. Ну мне-то пофигу, у меня защита от огня. А вот остальным... Ладно, для пепла можно найти новое применение, хоть отчасти. О, небо... Ну ничего себе, ты жив. Да, я улыбаюсь. Просто невероятно, с головой кругом идёт. Похоже, ты удивлена. Ты что же ожидала моей гибели? Ни в коем случае, дружище. Я очень рада, что оказалась права. Ты первая в мире взрывоопасная кровоточащая создание. Иными словами, твоя кровь теперь может взрываться. Бабах, хахах, это просто невероятно. А для моих напарников это как потом отразиться на их здоровье. Для этого нужна всего лишь искра. Чё? А это может меня убить? Разумеется, нет. Но твоя кровь отныне может покалечить любого, кто пустит тебе её без явного разрешения. А если... А мои эти... А мои сопартийцы как будут себя вести? Вон сзади кто-то стоит. Это кто стоит сзади-то? Гейл, наверное. Подождите, а кто-то сзади стоит. Кто-то стоит сзади. Ладно, мощная штука, спасибо. Уверяю тебя, я уже получила свою награду. Это исследование вновь увидит Дом Моббл Лорда на передний край науки дров. Благодаря ему моя кровавая линия будет под надёжной защитой на протяжении многих поколений. А теперь позволь предложить тебе выгодную сделку. В обмен на самый крохотный флакончик твоей поразительной крови, я дам тебе нечто такое, что очень поможет тебе против твоих врагов. Взамен я попрошу чисто номинальную плату. Ты уже взяла у меня достаточное крови. Ну ладно, договорились. С тобой очень приятно сотрудничать. Да не то слово. Я за любые эксперименты. Инновация, алхимия, солдат. Ещё одно вдохновение получил. Круто. Так, чё-то мне дало-то. И... До встречи. Мы пережили последствия употребления экспериментального зелья, которое Рая Блорда приготовила из нашей крови. Теперь пожилом словно счёт огоник. Кое-кто желает угостить нас зельями взрывной крови. Вот этого у меня светлого тандера нет. Бодрости нет. Так, а что это теперь значит? А кто у меня за спиной стоял? Интересно. Вообрази лицо Мальцды. Вообрази лицо Мальцды. Ещё немного поработаем со своими записями, и Дом Аблорда будет возрождён. Соли полыни. Это я всё сломал здесь, да? Утверждает, что весь Дом Аблорда погиб, когда наши владения были низвернуты в бездну клешни. Я последний, оставшийся в живых дождь. Теперь чудовищная пропасть сердца Мензабиранзана, где нашёл погибель наш дом, превратилась в место для разречений. Живец сношается со своим мужчинами, перегибая их через край и порой позволяя упасть. Я готова дойти до самого дна разлома, чтобы возродить наш утраченный дом. Я использую кости и кровь бесполезных презренных самцов, брошенных в ямы, дабы возрастить копии мёртвых. Как я создам покорную армию плотчика, которые гибнут за меня и за мой дом. Если остальные дома откажутся признать возвращение Дом Аблорда, тогда я с помощью их раствора взорву опоры, на которых стоит Бензамиранзан. Я буду обрушивать их одно за дной, пока не рухнет всё целиком. И тогда я стану маткой нового руя. Чё там в подвале? Ходит туда-сюда. Надо как-то её переключить, чтобы в подвал залезть. Так, а чё это у меня за качество такое новое появилось-то, а? Настойчивость к огню, мастер-блока, взрывоопасность какая-то, или как она-то называется? Человек-ополченец? Ха, у вас есть общаться... А, нет, это не то. Удар щитом, кодекс благочестия, сильный лечи... А, щит за сильный лечи не. А, это я выучил что-то. Неукоротимость, нестабильная кровь. Ваша кровь становится легко воспламеняешься и взорвётся при контакте с огнём. Ну, так как у меня защита от огня, мне всё равно, пока она у меня есть, естественно. А тот, кто со мной будет драться, какие последствия будут? Нет, нестабильная кровь. Не, я, наверное, пас. Не знаю, очень сомнительный бонус, потому что мне надо подбежать, кого-то защитить, да? И в это время меня бьют, разливается кровь, а поскольку у меня оружие всё с огненным уроном, то взрыв, и, короче, все вокруг гибнут, и враги, и мои союзники... Нет, наверное, давайте откажемся от этого прекрасного бонуса. Если бы он действовал только на врагов, тогда да. А так, мы уже постоянно в кучу сбиваемся, и иногда обороняемся очень хорошо. А так будет всё взрываться постоянно. Сплошной бабах будет на экране. Не знаю, посмотрим. Я его возьму с собой, зелье, конечно, но вряд ли. Перейти к тактическому обзору кнопка ИО. Тем более, это даже никого. Ну вот, ну вот, да, на этом месте мы сохранились по-среднему. Ну, давай, я его возьму с собой, но я его пить не буду. Замечательно, я все дрожат предвкушение. Я же забыла, когда последний раз оно такое было. Так, встань вон там подальше и пей залпом. Нет, я не буду его пить. Я с тобой сейчас поговорю. А, я с ней даже не могу разговаривать, пока я его не выпью, понятно? И торговать не могу. Прошу прощения, куда ты идешь всегда, пожалуй, с Тосна добью? Тут ключ где-то лежит. Ключ где-то лежит! Все, где ключ? В подвала. Или я его уже взял? Может, ключа нет? Прошу прощения, куда ты думаешь, что ты идешь? Ты должен взять эту пищу здесь. Прошу прощения, минус пять. Встановка накаляется. Похоже, достойность вещь, означает разрешение им пользоваться. Ладно, все понятно. Давай, сколько раз загружаюсь? Сотый раз уже загружаюсь. Давай, быстрее уже. Выбор персонажа. Давай, шедуха. Куда ключ делся? Он же что должен лежать-то? Ну как, мы его не можем найти еще раз? Тряпки. Странно это все. Прочитай вот это. Слава дому. Может, ты важная, не знаю. Давай еще раз попробуем вскрыть. Ура! Вскрыли. Заходи, короче. Посмотрим, что там. По-легкому. А что здесь прислужник воды делает? Не знаю. Так, это надо взорвать. А тут нету? Тут нету. То поэтому все и взорвалось так, когда мы сюда пришли. И мы сюда залез. Эти в диалоге. За мной пошли, короче. О, саперный набор. Пригодится. Давай. Только не выйди. Пусто. Тоже меньше картошки. Все в диалоге. Открываем. Так. Тут вот, 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 ловушка. Еще и два. Оставление ушло. Две ловушки. Доступен инвестиция глаза Бехолдера. Ловушки не сработают, потому что просто мы наступили на веревку, не заметили. Когда первый раз шли по этому. Сейчас можно ничего не делать. Труб животного. Конечно, тоже мрачный такой персонаж. Его пришить бы. По-хорошему. Отрезанная рука. Это не капли. Отрезанная рука. Вроде бы ни капли. Тогда брать не буду. Заперто. Сейчас скроем. Двоечка. Да, сейчас скроем. Конечно. Сейчас скроем. Я буду единственную двоечку бросать с вами неделями. Девяточка. Есть. Это что? Зола. Купорос. Огненная взрывчатка. Что не подсвечивается? Кристалл. Какие-то ноги. А вдруг это ноги капли? Вон, возьми ногу. То есть, у меня тут вообще, блин, жесть какая-то происходит. Трупы какие-то, расчлененка. Механическая пила, хирургическая пила. Смотрите, она тут трупы разделывает. Ужас. Если я ее шлепну, интересно, мы никакой квас не сломаем. Ну, смотрите, что происходит. И что это нельзя и предъявить вот сейчас. Прям взять и предъявить. Было бы неплохо, если бы мы предъявили. О делах приятственных. Жуть какая-то. Еще заперто. Охренеть. Тут всего лишь семь. Таких цифр не помню. С начала игры. Ну, конечно, семерку мы двадцатку бросим. Опа-на. Паук лежит. Гигантский. Люди за... Все больные. И похудавшие. Ну, все тогда. Так, давайте как-то с ней это, поговорить. А что нету диалога-то ее тут, например, хочу тебе кое-что предъявить. Например, да, была бы неплохая бы тема. Так, ладно, давайте я откажу, наверное, сразу. Не буду я брать ее вот эту штуку. Наши, кстати, напарники не вылезли. Она ходит, гуляет, смотрите. Мы в диалоге стоим. А, уже не в диалоге. Круто. Ладно, для пепла можно найти новое применение, хоть от счастья. Я просто не знаю, как с ней поступить дальше. Вот сейчас сохраняюсь еще раз. Подвал я обыскал. Вот она пошла наружу. Надо настоять. Блин, да можно с тобой поговорить, нет? Уютное место, не правда ли? В этих четырех стенах творились луфмические чудеса. Как я их не видел даже вот тут там. Итак, ты здесь, и алмаз моего свидания совсем скоро. Что, заново все пошло? И что делает твоя формула? Когда ты впервые вошелся, ты увидел очень все скрытые. Там мы сочетали некий риск, бомба, часа, механизма. Одной такой формула Грана, давай я сюда, да. Пожалуй, не сегодня я больше не буду пить никаких сомнительных микстур. Даже ради развития алхимической науки все равно откажешься. Уйти. Но с ней больше нельзя разговаривать. Хотя она чистится как персонаж, смотрите. То ли что-то тут недокручено, то ли квест какой-то должен был с ней связан быть. А, нет, могу. Уютное местечко, не правда ли? Короче, повторяется один тот же диалог. Ладно, никаких микстур. Все, давай. Короче, я ее пока оставлю, но не знаю. Может, какой-то квест на нее выведет? Потому что здесь явно... Она занимается не тем, чем нужно. А где наши помощнички? Помощчики наши в подвале остались. Как их вытащить из подвала? Охрен его знает, как их вытащить из подвала. Зайти куда-то еще. А, вот у нее еще двери есть. А, ну зайди сюда. Ну, посмотрим. Может быть, реально выведут нас на нее еще. Как-нибудь. Карманы на стойке. Я уже сказала нет. Теперь, пойдем дальше. Ты страшно. На помощь. Проклятие, что ты сделал со мной? В конечности мои подергиваются по собственной воле. Кровь кипит. Подобно маслу на огне. Я не сплю уже добрые десятки дней. Из-за треклятых голосов голые срочно убери это. Записка на этом не заканчивается, но прочитать ее невозможно. Почерк совершенно неразборчив. Уважаемая гражданка, за последние месяцы мы получили немало жалоб на вас. Считаем, что пришло время начать официальное расследование в соответствии с законом об общественном здравоохранении и постановлении о защите гражданского населения. Любые попытки с вашей стороны вас препятствуют к такому расследованию или покинуть врата Балдору в период расследования будет... Вот, есть квест какой-то. Есть линия квеста с огненным кулаком связана. Может пойти в управление огненного кулака и поболтать с ними по этому поводу. Не знаю. Но явно есть квест, чтобы запретить, может, эту лавку. И она тоже кровожадная особо довольно-таки. Но в любой момент можно с ней снова этот диалог запустить и посмотреть на нее. Взять зелье, то же самое. Но зелье, зелье, я считаю, не стоит брать. Так, давай в люк, потому что мне надо вернуть моих напарников. Напарники вернулись? Ни хрена не вернулись мои напарники. Слышите, напарники не вернулись. Там остались. Ха-ха. Замечательно. Там еще и бак. Явно, вот место вот ощущается, да? Что с ним не то. Что-то недоработанное какое-то. Остались мои напарники в подвале. А что они туда отправились, непонятно. У Шедоу Харт нет ни одного напарника. Может, потому что я в диалоге, конечно, поговорил. Давайте пока она ходит тут. Сейчас я быстро забегу. Давай, быстрее. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас тут будет. Быстрее, быстрее, подвал. Быстрее, быстрее, быстрее. Сюда, сюда, сюда. Прыгай, прыгай. Надо напарников забрать. Окей. Напарники с нами? Напарники с нами. Все прикрепленные? Все прикрепленные. Выходим. Сейчас еще не выйдем все вместе. О, вышли. Все, я забрал их. Окей. Ну все, я жду на продолжение квеста Я попробую еще кулаку потом сходить Огненному в управление Поговорить с ними по поводу этого места Расследование-то ведется, правильно? Ну, по-моему, квест не дописан Чуть-чуть не хватает По идее, должно было что-то там, да? Я отказываюсь, и я хочу, например, разобраться Что у тебя в подвале Потому что мы там увидели, что там ужас будет твориться Хеналитики, Декон, Тунт и Флан Просто в хламину, ха-ха-ха Пьяный ребенок Блир Мы в одну попытку устроили Последний, завтра уже с огненными кулаками проснемся Не с огненными кулаками, а огненными Декон Это сливовая просекка, боги Я никогда, больше никогда Тожественно, клянусь, обещаю Так, в этом заведении лучше не пить Так, пошли в русалку Как бы это пометить? Ну, и запомним, в принципе Оно и даже не помечено на карте Хотя место довольно интересное Сельва, вон, не шалиша еще осталось Так, с этими мы общались Все пьяные тут, короче Все абсолютно Любители обзоров на таверны Могут быть довольны Тело валяется Смотрите, все готовые просто На работе я молотом размахиваю Тут машу кружкой Тут мужчина неплохо С ним не поговорить Здрасте Ты тут гляди в оба Капитан всеми силами Пытается не предавать Это дело огласки Но я слыхала, что здесь Ребенка похитили Я знаю Девочка по имени Ванра, так? Точно Неудивительно, что капитан Гризли Кидается на всякого Кто об этом только заикнется Я так думаю Это беженцы Сама видела, как они Залезли в один из заброшенных домов Неподалеку Скоты Это не они Ничего, лорд Горташ Отыщет ребенка И призовет виновных К ответу О, не шалиша Живая Пипец Ну пока что Одна из списка Представляете? Живая Гримбус Замечательная новость Все, в артах Балдера Теперь новый герцог Мне кажется Горташ Все получится Как вы полагаете? Плакат Поддержка против карги Здорово, Леша Леша Вот это мне и нужно А ты знаешь Что ты в списке? И ты одна из последних После фигара Тут Со мной подружка Поспорила, что я не приду сюда в одиночку пропустить пару кружек А я взяла и пришла Ну и дура Не стоит тебе здесь расиживаться На свободе разгуливает убийца, который охотится за тобой Фу, да не смеши Ну кому понадобится меня убивать? Ну да, наверное Видимо Я тебе с кем-то спутал Убеждение Пожалуйста, послушай меня Уже были жертвы Тебе грозит опасность Надо убедить ее сейчас Иначе ее убьют Реально Мне готовься к смерти Можно убить Прикольно И не надо делать работу Этому Красному Дварфу 15 Ну 15 тяжеловато Бросить С учетом, что двойки и тройки вылетают Но не в нашем случае Вот дьявол По глазам вижу, что не шутишь Надо болеть, дьявол Я же еще не расплатилась Дьявол Да ладно, я расплачусь Иди Вот это рвануло Ну что Спасли Одну Мы наконец-то Прибыли Это не то Мы спасли Кору Хайбер Это не то Вот убийца Которая выдавалась За торговцей вином В следующей списке Фигура многоликий А вот она Что-то Залезла вниз Не шули Ишу Что свое имя В списке А жерт Боалиста Теперь надо навестить Остальных Ну хоть эту спасли Так какая Спасенная Третья уже спасенная Повар Потом Вот это Холи Или как там И вот это Третья еще Фигура Ну это последняя И три трупа У нас три трупа Три живых Или два трупа Сколько у нас трупов Раз Два Три трупа А капляш мертвый Еще Даже больше По-моему Смущенная русалка Мы зашли Здрасте На свиданку Ты шутишь что ли В городе Вот-вот начнется Резняно И потом Мы отплываем С первым лучом солнца И что В том время Я уже вернусь Дружище Я тебя знаю Ты на свой Собственный похорон Опоздаешь Послушай Забей на эту Свою свиданку А на следующей стоянке Я тебя найду Мудрость Ее глаза считается Любовь и забота Явно более чем Просто дружеская Ты раза не видишь Она любит тебя И переживает за тебя Лучше послушай ее Блин Мне хочется спасти их Вот хочется спасти Вот реально Раз мы еще Проницательность проявили Внезапно А Семерку Семерка еще Не стоит Ой Не-не Я думаю мы Единицу с вами бросим Да? Не единицы не надо О шестерка нормально Яйца не надо Бросать Мы провалимся Любит Но это пожалуй Перебор Но я правда Беспокоюсь за тебя Дружище Без тебя Наш корабль Сиротеет Ну знаешь Ты что Я падал На эти розовые Сопельки Ладно Пес с ней С свиданкой Тогда возьмем Еще по одной На дорожку Ты угощаешь По рукам Так валите Отсюда Говорю Я вас Че Блин Зря спасал Что ли Вы видели Как леи Шарвануло Ладно Тарелка Правила Этого Бара Давайте Правила Почитаем Этого Бара Тут уж Их писал Большинство игроков Пройдут Мимо Этих Правил Я уверен В этом Список Правил Поведения В баре Написаны Уверенным Изрешным Почеткой Никаких Драк Никаких Волшебных Бутылок Кто пронесет С собой Выпивку Может С ней Попрощаться Стакан И не Харкать Шлепнули По заднице Официанку Значит Эта рука Вам безнадобно Стилизаться Обжиматься Где-нибудь В другом Месте Чаевые Не обязательно Помогают Отличить Приличных Клиентов От козлов Что пролили То и Оплатили Пейте Больше воды И сообщать Персоналу Если почувствовать Недомогание Или угрозу Приключенцы Оставляйте Все свои Тревоги За порогом А здесь Только отдых Никаких Забот Прикольные Правила Там Кружка Летает Так Тарелка Луковый Суп Не такая Большая Как эльфийская Песень Но Тоже Уютная И стильная Надо мне Еще или Заказать И скоро Забалдыги Прибрутся Все выпьют Так Мне тут Надо Это Убийство Снова Расследовать А с кем Я тут Поговорить Квест Исчез На мини Карте Вот Если Тебе Не пришлось Выбирать Между Полутемным И светлым На Твой вкус Какой Лучше Я думаю По-любому Полутемное Точно Совершенно Точно Только от него Уши растут Говорят Но это не точно Боцман Кружку Полутемного Или Так Это Взрывоопасная Хрень О Русалка Смотрите Смотрите Сетях Классно Дубовая Дверь Которой Можно Войти Удивительно Не красная На пол Меня насчет Пропавшая Пропавшая Девочки Юра Иван Разовут Боги Только не Это Сей Ты будешь Размахивать Ножом У меня Перед носом Вылечишь Отсюда Как пробка Ясно Тебе Как Это Размахивает Ножом У тебя Перед носом Да Это Психованная Баба Лара Или Лора Или Как Там Ее Звали Орала Как Ненормальная Что Ее Дочка Пропала Жуткий Бардак Тут Устроила Так Это Ее Дочь Капитан Гризию Конечно В итоге Вышвырнула Ее Вон И Скатертью Дорожка Что Значит Скатертью Дорожка У вас Девочка Пропала Ключ От Подвала Кстати Который Лежит За Спиной В принципе Можем Взять В принципе Возьмем Сейчас А Так Вот Это Гнида Он Смотрит На Нас Надо Было Ему Светлого И Чтобы Он Отсюда Ушел Смотрите Кружка Летает В Воздух Как Гарри Поттер Так Ну давай Попробуем Поговорить По Нашему Методу Вот Это Только Смотрит На Нас А ну Давай Так Так Теперь Переключаюсь На Шадоу Хард Ну Не знаю Есть шанс Что Не получится Не то Что Есть шанс Сто процентов Не получится Ключа Подвала Не с ним Надо Разговаривать Оно А что У тебя На товарах На товарах У него Выпивка И жратва Понятно Смотри Что мы Сделаем Этот На нас Не смотрит Вот этого Надо отвлечь Больше А ну Разъединитесь Прекрасный Полутемный Восхитительный Вкус Свежий Как можно В нем Сомневаться Еще Раз Хотя Он не Смотрит О Не знаю Получится Или нет Но Ключ Нужен Не успели Ладно А ну Сюда Смотри Пробуй Мы в диалоге Теперь Этот Повернулся А уже Не повернулся Забирай Короче Отлично Вставай Все Все Сюда Так Ключ У нас Хотя Эта Дверь В подвал Ведет Наверное Нет Просто Дубовая Дверь На миникарте Дубовая Дверь О Не думал Что Боги Опускаются До мелких Гадостей Слушай А тут Кровь А Это Вода Это Не от Нашего Это От Нашего Наверное Спутника Так А ну Пошли Поговорим С остальными Вот Этот Парень Подозрительный Бруно Индомикус Вот Тут Уже Людей Побольше Опять Кто-то Валяется Пьяный Подыбивший Посетитель Если Ты Музыку Любишь Тебе Не Сюда Так Даже Коты Не Водят С которыми Живем Шкуру Сдирают А Это Кто Капитан Гризли А это Что А это Подвал Так Кто Вы На Фула Папя Не Корова Которую Можно Продавать Лапу Я Тебе Моляю Кредиторы Скрипутся В Дверь Этот Брак Спасет Наш Бизнес Просто Посмотри На Сына Нильсона Одна Встреча Ради Нас Ради Твоей Семьи Извините Сударь Всего Один Вопрос Вот Вы Женились На Незнакомке Чтобы Ваша Семейство Купалось Золоте Даже Думать Будем Бративно Ничего Не Скажу Насчет Брака Думаю Надо Хотя Познакомиться С ними Ни за Что Моя Жизнь Пронадлежит Только Мне Шадо Харт Не Слушай Если Это Нужно Для Спасения Семьи Тогда Да Сначала Надо Посмотреть Кто Там А потом Решить Видишь Я Скажу Твоей Матери Пусть Договорится Ну Пап Ни Слово Больше Познакомишься С этим Нильсоном Он Тебе Понравится Обещаю Надеюсь Я не сломал Судьбу На 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 Фуле А еще Можешь С тобой Поговорить Этот Нильсон Хороший Парень Семья У них Приличная От этого Брака Всем Будет Лучше Вот Видишь Конечно Пап Отдал Сам Только Что Ну Глянешь Не понравится Если Что Вызовешь Нас Мы Притопим Где Нибудь Хочешь Все же Сплетни Я Вот В баре Познакомился С компанией Там У всех Идеи Фикса Отомстите Как Ты Думаешь Кому Можешь Представить Такую Глупость Каргам Капитан Молодцем Оторвет Голову Если Не Заткнулся Ты Погоди Не Уходи Весело Будет Так А Че Там У Нас Никого Нет А Что Вы Делаете Капитана Грежи Знаешь Она Как Зыркнула На Меня Чуть Не Обмочился Это Было Потрясно Ладно А Че Вы Делаете Тут Золото Валяется Нижнее Белье Это Ты Бросил Подвыпивший Посетитель Немного Пить Нельзя А то Вдруг Капитан Позовет Она Любит Чтоб За Жемчугом Понырять Да Подкилем Пройти А еще Баржу Развернуть Испонимаешь О чем Я Да Нет Лучше Гризли Чем Капитан В смысле Лучше Капитана Чем Гризли О Глаза Косят Еще Кружечко Это Виндор Гаваляется Слок Место Какое-то Уединенное Ладно Пошли С Гризли Поговорим Чисто Сердечное Признание Вот это Интересно Вот это Уже Интересно Где Она Валяется Под Столом Да Нет Вот Вот Тут Лежит Но Я не могу Его Взять Она Под Тряпкой Тряпку Взять Тоже Не Могу А Украсть Не знаю Украдем Не Украдем Такое Дело Можно Не Украсть Ну Украли Дедва Можно Прочесть Письмо Заля Панапивом А так же Иными Неопределимыми Субстанциями Сирена Золото Мое Я туда Сюда Плав По Попережи Мечей Сорок Лет Такой Красоты Как у тебя Чтоб Прямо Ножом В сердце Не Видывал Я и мечтать Не смею Чтобы с кем-то Вроде тебя Вечерок Провести У тебя Пади Воздыхатели Полон Город Днем и ночи Очереди Стоят И уж точно Побогаче Ты Покрасивее Чем я Но я все-таки Жажду Молюсь И надеюсь Что ты Мне хоть Прятку Волос Своих Подаришь Чтоб Я их У сердца Носил Прошу Я знаю Что скорее Умберли Ко мне В дверь Постучиться И в койку Волочу Чем я Дождусь От тебя Ответа Но ежели Ты меня Все-таки Уважишь Старому Моряку Боища Блин Я думал Это по нашему делу Что-то Какая-то Соплевая Записка Так Давайте сюда Поговорим С гризли Через нее В подвал Можно попасть Кубок Кварта Сене Неужели Нельзя Оставить Покое Капитана С воду О Привет Капитан Гризли К твоим услугам Ты для меня Как освежающий Глоток воды Чем могу Сложить Я Насчет Пропавшей Девочки По имени Ванра А разве Капитану Не нужен Корабль Ты на нем Стоишь Дубина Во всяком Случа Внутри Него Пускай Русалка Уже Не борозит Моря Но Она Все равно Навсегда Останется Моим Кораблем Неплохая Идея Сделать Из него Да Бар Что за Услуги Ты предлагаешь Выпивки Полно В баре Что же До продолжения Боюсь Я для этого Старовато Хотя Ты конечно Самое Чарование Я Я Насчет Пропавшей Девочки Вот Только не Это Послушай Лора Правда Была Здесь И бухала Как не В себя Но Она Была Одна Никакого Ребенка С ней В памяти Не было Я ему Ванру Вообще В глаза Не видела Послушай Я эту Лору Знаю Давно Она Плавала С Бартом Черным Кинжалом Говорят Ее Выбросили За борт За то Что она Пырнула Ножом Боцмана Когда Продула В карты До этого Я решительно Ничего Против Не имела На русалке Рады Всем И Каждому Но Угрожать Моим Людям Заявлять Будто Мы Похитили Ее Ребенка У нее Просто Крыш Поехал Она Опасна В следующий раз Она Еще Какой Ницца С ножом И Могут Быть Жертвы С этим Нужно Что То Делать Просто Откупись От этой Лоры Обычно Это Работает Ребенок Пропал Я Просто Хочу В этом Разобраться О боги Сколько Раз Тебе Еще Повторять Нет Никакого Ребенка Нет И Не Было Просто Лоры Не Все Дома Как Это Она Опасна И Что Я За Капитан Если Буду Просто Сидеть Сложа Руки Мне Очень Жаль Что До Этого Дошло Но Я Заплачу Целую Кучу Золота Тому Кто Меня От нее Избавит Окончательно 3000 В смысле Избавит Убить Лору Или Что Это Безумие Уж точно Не Больше Безумие Чем Лагает Всем Подряд Про Несуществующего Ребенка Короче Если Ты Отказываешься Мне Помочь Я Найду Кого Другого Но Если Ты Хочешь Сделать Все Так Чтобы Сметь Была Быстрой Безболезненной Даже Не Думай Я Не Стану Делать За Тебя Твой Гряз Так Она Делает Кто Другой Ладно Давай Нажмем Подумать Только Не Затягивай С Тем Делом А тот Кто Может Тебя Опередит Вот Поэтому Я И Сказал Что Я Подумаю Ё-моё Была Ливанра Нет У кого Что Знать То Можно Так Давай Вот Этот Отсек Еще Зайдем Сейчас Подвал И Проверим Капуста Смущенная Русалка Здорово Я могу Войти В одну Дверь Какая-то Дубовая Во-первых И могу В подвал Пойти Посмотреть Думаю Может Там Следы Какие-то Есть Если Ты Из Поклонников Герцог Горд Могу Посоветовать Тебе Утопиться В гавани Тут Рядом Совсем Так Это Что Хочешь Совет Не вздумай Пить Тут Долг Я Каких-то Сраных Шесть Месяцев Не платил И тут Приходят Ко мне Такие Плати Или Ноги Вырвем Что За Придурки А Ну ладно Погнали Ключ От Подвала У Дубовая Дверь Думаю Подождет А ты Не Карга Случайно Это Я О Том Ж Так Сядь Сюда Сейчас Будем Заходить Чего Она Нам Сказала Что Она Убьет Убить Ее Надо За Что Ее Убивать Подвал Русалка Дверь Подвала А Это Я Отсюда Зашел Это Просто Дверь Вон Тут Лежит Золото Пять Монет Тут Куда Проход Сина Явно Открывается Да Нет Вот Эта Дверь Наверное Открывается Нет Куча Ловушек Она Убирает Бочка С Огневухой Да Она Проламывается И Эта Бочка С Огневухой А Это Что За Дверь А Через Какой Мы Дверь Зашли Я Не Знаю Кора Хайбери Франк Грушка Александ Сельва А Это Что Вход В тюрьму Что Либо Нашли Что Серьезно Так А через Какую Мы Дверь Вошли То Что Вот Эта Что Либо Ну Железная Была Да Чем Оказались Возле Другой Двери Точно Вход В тюрьму Наверное Один Из Вариантов Да Это Железная Дверь Она Была Та Деревянная Вот Тут Проход Есть Ну Давай Жахнем Была Не Была Смотрим Напосредственно Правда Мы Возле Бочки Находимся Хотя Подожди Могу Эту Бочку О Могу Я Сейчас Отправлю В лагерь Просто Это Нас Уничтожит Бочка Я думаю Давай Одну Оставим Для Взрыва Явно Для Взрыва Бочка Создана Так Давай Её Тоже Лагерь Знаете Что музыкальная Шкатулка На продажу Знаете Что Серебряный Стакан На продажу Это Тоже Лагерь А это Рванём Сейчас Там Проход Все Все Отошли Не Все Не все Да Ёшкин Матрёшкин Во Давай Взрывай Нет Нет Была Не дверь Хотя По-моему Продвинулась Нет 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 Не то А тут Что Путь Перекрыт А тут Есть Виртуальная Стена Народ Все сюда Карга Вход в убежище Карги Помните Мы Мы такое Уже видели С вами Однажды Опа Она Hello Здесь Обитает Карга И вот За этой Дверью Прикольно И вот По-моему Дверь Нет Ключ От Логовой Этель Хо-хо Нам уже ключ Дали Ну что Поздравляю Мы с вами Там где Надо И здесь Наверное Будет Девочка Да Думаю Что Да Хорошо Зашли Так Что у нас По здоровью 70 18 99 110 Я думаю Один раз Жахнем Чуть Чуть Ну что Заваливаемся Сейчас Будем Бить Минуточку Автосохранение Я тоже так подумал У нас есть Справа В деле В самом деле Замешана Карга Погреб Смущенной Русалки Подозрительно Поминает Логово Этих Чудовищ Осталось Потолковать Насчет Всего Это С капитаном Гризли Владелицей Заведения Так Потолковать Или Разобраться Копать Надо А Вот Капитан Гризли А Кто Там Тогда Стоит Карга Ха Значит Тут Ловушка Какая Зайдите Сюда Чуть Да Ловушка Любопытный Цветок Обезвредить Так Тут Куча Любопытных Цветов Надо Заходить Тогда Отсюда Они Повсюду Пипец Продух Жесть Кажешь Нам С ними Это Кто То Что По Любому Ступит Ой А Че За Дверь Деревянная Стена Куда Тведущая Это Что За Подъем Не Подъем Шепчущая Маска Нам Продух Закрыть По-любому Наткнемся А чем Его Закрыть Внимание Ловушка Я Люблю Тебя Тетушка Просто Обожаю Запутанная А Вот Ловушка Сейчас Я Беру Можем Здесь С вами Кстати Закупориться Сейчас Был Дым Не знаю Куда Это Проход Давайте Дадим Бой Тем Более Мы Устранили Вот Эту Опасность Сейчас Пойду Выйду А Вы Стойте Тут Я Вас Понял Эй Вы Место Обозначенное Крестом Эй Вы Ко Меня Не Видят Теперь Видят Можно было Конечно На них Напасть На Думал Диалог Какой-то Может Быть Будет Приказ Остановить Хрен Тебе Не Остановить Так Иди сюда Иди сюда Мой дорогой Друг Разрывные Сосуречки А Давай Хорош Теперь Там Еще Искользко Все Стой На месте Будешь Нас Лечить Падай Вот Зараза Не упала Испуг 8 Пройдено Лед Зараза Хорошо Стоять Кстати Очень Хорошо Просто Замечательно Стоять Так Сейчас Мы А вы Кто у нас Москавура Кто Такие Пешкокорги 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 Рабская Хрень Капитан Гризли Хозяйка Смущенная Русалки Пешка Каргет Ну Это Заклинание Так Смотри Можем И Этого Поджечь 60 60 А вот Этот Еще Не ходил Ладно Давай Добьем Капитана Хорош Там Теперь Костер Который Остопил Лед Давайте Наверное Разойдемся Один Фаербол И нам Всем Конец Вот Реально Хоть Кто-то Выживет Хоть Гейл Давай Ты Ты С Испугом Но Я думаю Ты Сможешь Вот Это Огонь Не Любит Особо Дамочка Все Это Сожглась Сама По Себе Я Иду Тухань Здоровья 25 Не Я Идет Карлах Нужах Есть Да И Этого Можно Промах Маска Отмщения Вот Это Еще Гнойный Клубень Провоцирует Неочередной Атак Это Кто Маска Рабства Маска Отмщения Ладно Сейчас Мы Порешаем Этот вопрос Какой-то Она Не допрыгну Так Далеко Но Все Ж Или Как Не Достать Я У вас Сейчас Свет Прожарю Ах Жалко Задевает Карлах Эх Сейчас Хорошо Было А так Не достать Ну Давай Стрелять Сколько У него 40 Ну Ладно Раз Промах Два Промах Не Промах Но Все Равно Жалко Мог Его Сейчас Прорезать Красиво Внимание Мудрость Провал Ё-моё Надо Бежать Разрыв Ткани Критический 20 Ого Крепкая Зараза Так Псионический Можешь Давай Нормально Да Это Такое Ерунда Ой Наверх Полезла Так Лечи Нас Тогда Давай Растакуй Или Сюда Подползай Моша Нет Слишком Далеко А Лечить А Лечить Нас Не Достаёт А Бить Тоже Не Достаёт Нет Мы Сего Пойдём Не Надо Ничего Не Делаем Жах Нять Сюда Годится Вот Гнида Фактически Промах На Так Я К ней А я Допрыгаю Уже С другой Стороны Думаю От нас Ей будет Тяжеловато Теперь Уйти Не Получив Поспение До Нормально Гейла Отдыхай Псионическая Нас Хочешь Может Попробовать Вот это Не добьешь Наверное Она уже Не может Псионическая Бить Лечь Там Посмотри Какая Настырненькая Блин Не достаёт Мы Уже Убьём К тому Моменту Да Ладно Все Вольнули Тех Кто Здесь Копал Капитан Гризли Чё Назовался Отлично Shadow Hard Ты пошла Туда Куда Надо Так Ты Застуживаешь Почувствовать Всю Красоту Дорогая Моя Ваше Письмо Просто Разбивает Сердце Старой Женщине Говорите Не Воздр Разнят Берта Зайцы Зуба Это Чудовище Давайте Стреть Сегодня Вечером Смученой Русалки Вместе Мы Все Владим Вы Заслужите Того Чтобы Чувствовать себя Красивой Цветики Только Я могу Сделать Так Чтобы Это Произошло Обнимаю Тетушка Слушайте Она их всех Она 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 их Всех Блин Это Подкрутила Каждому Да Вы Записки Присыл Тетушка Живая Эль Пипец Нет Мы ее В роще Друидов Встретили Торгующими Зельями Помните Еще Когда Я могу Спасти Вашего Ребенка Ах Ты Мой Милый Глупыш Разве Я Тебя Предупреждала Тебя Разве Не Говорила Что Смерть Идет За Твоей Женой Сыном Но Ты Не Послушала Теперь Любовь Всей Твоей Жизни Гниет Земле Ее У меня Не Спасти Но Твоего Сынишка Твоего Милого Малыша Так Похожа На Мать Я Спасу Если Ты Готова Заплатить Цену Так Это Маска Ужаса С Какой То Линией Пятнистый Ключ Это Наверное Двери Тетушка Они Снова Пришли Как Ты Сказал Они Меня Обобрали Потом Раздели Догола И Помочились На Меня У всех На Глазах Кто-то Смеялся Кто-то Отворачивался Никто Никто Мне Не Помог Кроме Тебя Я Все Сделаю Буду Готовить Тебе Еду Стереть Постель Мыть Ноги Все Что Ты Захочешь Только Сделаем Больно Так Чтобы Они Кричали И У меня Есть Одна Маленькая Просьба Можно Мне Посмотреть Так Капитан Ужаса Ключ От Хранилища В Счетной Палате Круто Клепаный Кожаный Соленый Схемитар Р Р Приказ Приказом Так Это Тебе Тоже Моя Дорогая Милая Капитан Гриз Я Слышал Вашу Историю О том Что Это Было За Историю О Славных Битвах И Грозных Морских Чудовищах Вот Женщина Которая Точно Не Поймается Голым Задом Подумал Я Представьте Мое Удивление Когда Мне Так Легко Удалось Утащить Вашего Драгоценного Ботсмана Ганн Это Прямо У вас Из-под Носа Он Оказался Прямо Малым Гаденышем Про вас Из него Ни слова Не Вытащишь Но Он Сломается Рано Или Поздно Все Ломаются Встретимся В подвале Смущенной Русалки Приходите Одна Обнимая Тетушка Маска Ужаса Где Маска Ужаса На Маска Ужаса Это Он Маска 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 Тетушка А что За кошелек Так А что Тут Делали То Что Вас Разбросало Как-то С этим Веревками Цветы Ну Пошли К Двери Эта Дверь Ведет Еще Странные Потерянное Время Мешок Из Рогожки Ненависть Матери Ненависть Матери Выпить Я все Сегодня Пью Направить Тонкая Полоска Суши Крови Достаточно Чтобы Ваш Рот Заполнился Слюной Одно Использование Бонусное Действие До Долгого Отдыха Ненависть Матери Ненависть Матери Мишу Ну Ладно Короче Эта Дверь Сейчас Должна Открыться Наверное Мне Что-то Надо Стой Поговорить Капитан Шин Давай Посмотрим Что Тут Язвительная Насмешка Испытание Пройдено Но урона Ноль Деревянная Стена Нет Куда Выход Рычаг Она здесь Обитает Наверное Ребенка Кто-то Видит Что За Рычаг Да Рычаг Вижу Эта Стена Которой Я Говорил Которую Хотел Взорвать Вот Эта Стена Которую Я Взрывал Все-таки Проход Есть Ладно Что-то Мне тут Не очень Нравится Секач Это явно Обитель Этой Корги Спора Ускорения А что Мне делать Пойти Сейчас Стой Поговорить Да А это Куда Дорога Ну Пошли С Гризли Поговорить У меня Цель Наверное Только Одна Сейчас Не Пообщаться Давайте Подождите А что Это За Вторая Дверь Вот Это Вот Неужели В подвал Тюрьмы Ну Не нажмем Не узнаем Или Сначала Гризли Давайте Сначала Гризли А потом Уже Эта Дверь Что Интересно Что За Дела Здорово Ну Так Что Что Принесешь Мне Голову Или Опять Сегодня Ночью Глаз Не Сомкну Я Был У тебя В подвале Не Знаешь Почему Он Так Похож На Логово Карги Во Ты Что Ну Вот Почему Тебе Вечно Нужно Испортить Все Удовольствие Да Ну Ключ Нашли Ну Что Думаю Нужды Носить Эту Личину Больше Нет Я Так И Подош На Карга Ну Реально Внимание Внимание Так Тут Людей Полно И Лома Стой В подвале Сразимся Ох Ёперный Теот Опять Она Этель Ты Она Беременность Карги Здравствуйте Светик Скучал По Мне А Тут Ребенок Я Тебя Убил Ты Что Думал Ты Первый Такой Цветик Что У Меня Нет Планов На Этот Случай Мэрина Улизнула От Меня Вместе С Обещанным Неребенком Из-за Тебя Между Прочим Так Что Мне Нужно Было Найти Другого А Малышка Ванра Была Такая Вкусненькая Сейчас Мы Ее Изымим Сейчас Роды Будем Принимать Ты Сожрала Ванру Ты Чудовище Ах Цветик Она Потом Сама Будет Мне За Это Благодарна Только Что С остальными Делать Здесь Ванра Сидит У меня В животике И силенок Набирается Когда Придет Время Я Изрыгну Ее У меня Будет Юная Корга Ученица Не Будет У меня Бутылочка Противозачаточная Называется Но К сожалению Из-за Этого Я Пока Пребываю В Несколько Стесненном Положении Я Быстрее Выпустил Эти Кишки Прямо Сейчас Но Мне Нельзя Напрягаться Для ребенка Вредно Вернее Не Противозачаточная Противородовое У меня Изделие Так что Ступай Лучше По добру По здорову Я буду Рассеять Новую Коргу В тишине И покоем Сделай Сделай мне Более Заманчивое Предложение Ну Хорошо Я Уйду Отдай Девочку А Если Нет То Что Убьешь Меня Трой Меня Хоть Пальцами Девчонки Конец А Я Просто Вернусь Снова Еще Сильнее Чем Прежде Все Она Бессмертная Нахрен Женщина В моем Положении Должна Нежиться Ваня Не нервничайте За всякой Ерунды Ванная Беременна Вредна Я Оставлю Тебя На Попечение Моей Команды Дружище Если Тебе Чудом Посчастливится Выжий Держись От меня Подальше Не то Твоей Ванре Придется Худо Как Мне Бросить Зелье В нее Вот Собака Ищет Твое Так Народ Уже На Улицах Че Убегает Не знаю Че Он Убегает Команда 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 Это ни при чем А внизу Я вам сказал Убежать Вы здесь сидите Блин Бармен Тоже ни при чем Тогда вот у кого-то Даша Шайка Но она В свое логово Убежала Она туда Так Давайте Наверное Мы зайдем Нет Давай Наверное Мы зайдем Короче Ей Лди сюда Надо зафаерболить Сразу Вот туда В центр У тебя есть чем Фаерболить Ездим Давай Это фаерболь Того хрена Вот этих всех Они же все Да Вот этих только нельзя А эти все А спящие Спящие не виноваты Осторожно Не задень спящих Давай Хорош Молодец По половине Каждому снесли А теперь Убегай Лучше прыгай Давай Давай Мы тут Закупоримся Да И все Есть Так Смотри Что мы С тобой Сделаем Сейчас Вот Этого Вот Нам Лечиться Пока Не нужно Да Желательно Бы Конечно Вы Лечиться Хотя Тут Кто Тут Иди Сюда Ну Жахни Раз Не Нельзя Этого Два И Вон Того Третьего Давай Защита Ото льда Возможно Ладно Шэду Хард Чето надо Точечное Нам Сколько у него Здоровье 87 У этого Сколько Здоровье 47 У этого 67 Че нибудь Точечное Надо Бы Ну Не Балбес О Да О Да Не Точечное Давай Сюда А ну Завкни Всех Троих Желательно Ой Хорош Как дела 3 12 14 Ну Ту Шайку Разбили Практически Которая Там Находилась Так Это Кто У нас Это Мозг Мозг Пока Посиди Хотя Че Сидеть Не сиди Сначала Оставляю Потом Потом Передумываю Попала Че бы Нет Пожалуйста Карлах Иди сюда Значит Эти Надо Сделать Надо Вот Эту Хрен Убить Чтобы Он Не Пострадали Пьянчушки В этом Баре Иначе Клиентов Станет Меньше Давай Хорош Ну И че Небудь Такая Такая Болезненная Виспуг Почти Убили Блин Конец Я иду Сейчас Сейчас Я приду Я уже тут Здорово Так Можно Вот это Убью Бесят Мне просто Всего Одного Убили Так Одного Убили У этого Сколько Здоровья Он не Встанет У тебя Сколько Здоровья Три 56% Шанс Попасть А давай Фактически Помога Да как ты Можешь Отлично Еще Одного Убили Ну что Это Просто Убийца Так Этого Можно Обсмеять Давай Да Ну все Ждем Теперь Этих Парам Папам Пора Умирать Кровожадность Дал Тому Кто Валяется Нормальный Что Упади Оп Блин Не падает Поднял Да ты Зараза Просто Падай Падай Устоял А Все Конец Вам Ребятушки Кунец Вам Ребятушки Раз Два Сухо Здоровья 14 А у тебя 12 Давай Того Два Хорош Как и не Было Здесь Назад Shadowheart Выходи Сюда Тут Можно Так Уж не Сильно Быть Сильно Так Давай Вот так Вот Мозг Прикрой Прикрой Нас Всех Мочи Жалко Так Давай Вот это Убьем С тем Мы Разберемся Вот Этот Опасный Тут еще У нас Лежат Клиенты Отдыхают Поэтому Надо Беречь Безоруживающая Безоруживающая Безрассудная Атака И Конец Разобрались Гейл Выползай Нам Нужна Твоя Легкая Помощь Только Так О Спасибо Что Не Помер Гейл В Текстуре Он Всегда Любит Умирать В Текстуре Можно Повалить Стать Нет Давай Мы Сделаем Аккуратный Выстрел Вот Вот Так Хорош Сейчас У меня Кровь Пошла Да И Все Взрывалось Здесь Сейчас А Вот Кстати Огневуха Ё-моё Тут Может Погубить Мужчину Который Здесь Лежит Вот Это Надо Не Допустить Раз Два Эх Два Четыре Не Ударю К сожалению Но Могу Оглушить Сейчас Попаду Я Здоров Конечно Внимание Получите Хо-хо-хо Это была Подножка Это была Подножка Блин Так Этого Аккуратно Можно Льдом Он Еще Жив Вот Гнида Так Легонько Вот Снова Отель Прощайте Надежда Что Она Згнила В каком-нибудь Болоте У меня Раздели Что это Было Ты не ранен Все хорошо Пап Ты Как Ты-то Как За меня Не переживай Ну где же Гризли Морской Диал Я Побери Мы Мы По-моему Убили Уже Вместе С Маской Ну что Побежали У нас квест Еще как Жив Спасти Ванру Капитан Гризли Превратилась Тетушку Этель Она Призналась Что Прогротила Ванру Заживо Чтобы Сделать Из девочки Каргу Этель Сбежала Пригрозив Что Если мы Убьем Ее Девочка Тоже Не умрет Капитан Гризли Оказалась Никим Иным Как Нашей Старой Знакомой Тетушкой Этель Карга Разбежала В подвал Что Пора Разобраться С ней Окончательно Точно Окончательно Или Опять Воскреснет О Это Классно Они Не успели Бросить Кстати Шепчущая Маска Алкаши Не пострадали Нет Вроде Идут Искорки Из глаз Нормально Я За них Переживаю Просто Так Нижнее Белье Валяется Мы Продадим Так И вин Дорго Тоже Не пострадал Это Мне Все Годится Ключ От Подвала А От Сундука Этель Он По моему Открытый Был Нам Побежали Она Там Не Перегруппировала Сейчас У меня Бутылку Надо Найти Нашу А Вот Это Наверное Сундук Тарелки С Картофелем Твою Твою Мать Кажется Это Была Частная Собственность Другой Раз Здесь Благоразумнее Вы Охерели Или Что Вам Не Все Равно Что Мы Тут Делаем Блин Уроды Давай Дальше Сундук Кажется Это Была Чистая Собственность Пипец Просто Какой Существ Сюда Прибежал Во Придурок Сундук Забрал А мы Последний раз Здесь Сохранялись Слушайте Мандалиста Сундук Забрал А какое Отношение Мед К этому Сундуку Вы Вы Поняли Что Нибудь Нет Я Тоже Нихера Не Понял Какого Хрена Он Сундук Забрал Ну Что Здесь Владелец Или Что Народ Когда Мы Последний раз Сохранялись До Или После Не Получится Нихрена Украсть Скрытный Суспех 17 17 Ловкая Я Отношение 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 У него Не Ухудшилось Да Надо было Их Фаерболом Всех Гахнуть Там Кроме Дочери Я Надеюсь Я после Боя Сохранился То есть Мне Интересно Что В этом Сундуке Такого Ценного Надеюсь Сохранился Потому что У меня Сейчас Если Бой Проходить Из-за Сундука Это Будет Очень Грустно Фух Кровища Везде Я Так Рад Видеть Кровищ Хорошо Что Я Нажимаю Кнопку Автом Вот Это Только Не Проверил Так Эти Тоже Красные Тогда Че Вы Не Против Что Я Обыскиваю А Зараза Смотрите Это Например Shadow Hard Раз Да Он Видит Просто С этой Стороны Пипец Ну Пипец По другому Не скажешь Идите Отвлекайте Ужас Сундук У Пирата Забираю А Мандолита След Смотрит Мандолита Что Это Было Зачудище Если Они Тебя Хоть Пальцем Тронули Эту Гризли Рою Да Сундук Заберу Папа Дыши Со мной Все В порядке А тебе Спасибо Что Спас нас От этих Не знаю Кого Они Отвернулись Давай Шадох Действуй Так Конечно Это Фух Успел Слушайте Уже Включил Свой Надзор Конечно Это Важно Все Идите Сюда Все Ужас Хоть Что То Чем То Поживиться Так Забирай Золото Это Вроде Бы Не Видно Пурный Виноград Зеленый Виноград Это Что За Книга Отрывок Из Книги Кварт Сун Руковод По Сексуальности Эротики Это мы С вами Читали Так Побежали Быстрее Да Надо Сюда Пока Ничего Не трогай Не тарелки Потому что Их Видно Давай Быстро В подвал Блин Мы Все Раненый Чуть Чуть Так А ты Найди Бутылку Которую Мы Изготовили Че Тож Мы Изготовили Дыхание Бутылки Че За Хрень Порыв Ветра Какой Где Ее Взял Недавно Видимо Вот Она Да Хрень Погибель Корги Да Заставит Коргу Проглотив Шу Ребенка Тут же Извернуть Ее Себя Вот Мне Ее Надо Будет Как-то Как-то Бросануть Ее Надо Будет Вот Вот Именно Вот Сразу Только А не Умрет Ли Она Во Время Этого Броска Не знаю Так и че Она Выжила Этель То Зараза Мы Жизе Мы Же Тогда Конкретно Убили Ну что Я На Месте Ходить Далеко Не нужно Если Она Здесь Хотя Квест Вот Тут Бросить Вызов Это Она Тут Что Ли Я Думал На Лаборатории Будет Все За Мной Нет Все Таки Здесь Ксцена Скорее Какая То Сюда Еще Можно Запрыгнуть Зачем То Ну Давай Этот Вы А Вот И Наша Героиня Наконец То Я Тебе Говорила Ты Не Сможешь Причинить Мне Вред Не Убив Малютку Ванеру Я Тебя Обставила Так Что Сделай Милость Соверши Героический Подвиг Умри Умри Здравствуй Теля Где Она Находится Здесь Все Таки Ну Правильно Она Первая Ходит Это Страшно Меня На Бутылку Бросить Дать Мне Походить Вообще Мне По идее Сюда Запрыгнуть Надо Было Бы Сразу Мы Зависли Походу Она Не Походила Прекрасно А Можно Я Ой Далеко Нахожусь Жесть Оно Сюда Можешь Сюда Ничего Не Вижу Во Так Я Выдвинулся У меня Есть Бутылка Только Мне надо ее не выпить А бросить Как мне ее бросить Зачем я выставил Сюда Метнуть Ну Наверное Так 65% Шанс Попасть Вы Шутите Промах Ванра Сиди Был промах Но все равно Сработало Бо Бо Освободи Ванру Сейчас же Нет Сиди Смирно Бо Из-за тебя Без новенькой Корги Осталось И разве что Кишки На этих стенах Маленькая Дрянь Теперь ее Можно убивать А теперь ее Можно убивать Бабульку Нашу знакомую О Убежала Ванра Ванра Беги 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 Ванра Беги Вот это мне нравится Этот поворот Когда не мешается Под ногами А Она просто в угол Забежала Сколько здоровья Пять Ванра Все будет окей Жалко Не могу подойти Ближе Я бы ее Расхреначил Но не могу Ближе подойти Извини Сколько у нее здоровья 112 всего Сейчас ее Огнем Поджарю На Хорош Ой Тут все горит Хорошо Что она убежала Отлично Недостаточно Но я не могу Ничего больше Так Приятель Смотри Что мы делаем У нас Раненые Есть Нету А ты сюда Можешь запрыгнуть Он не прыгает Он летает Ну давай сюда А ну Жахни ее Три раза Что за бутылки Ого Шанс попасть Но она бронированная Три промаха Ноль Считай Ну давай Карлах Твой выход Только не упади Пожалуйста Вот этот Перед ней Охрана Ой Охрана Карлах Сюда бросил Знать почему Парболить Можно было бы Еще Хорош Это очень Болезненно Такое Ой Хорош Еще Испуг Это Или Испугалась Представляете Так Чем бы ее Таким бы Эти Этаким бы Прыгай Чем бы ее Таким бы Этаким бы Наверное лучше Чем сейчас Жахнем Сколько у нее Здоровья Тридцать пять Свет любит Не любит По моему Не любит Сорок девять Процентов Все Ну давай Попробуем Защита Понятно Это кто Это мозг Наш Съем Это не знаешь Кто это Прыгать Умеет Умеет Слишком Да высоко Вот зараза Отсюда Что Не умеешь Так высоко Прыгать А как же За мной Тут прыгаешь Ладно Гейл Сюда Пожалуйста А ты не можешь Сюда запрыгнуть Путь Перекрыт Кем Прыгай Это не так уж Высоко Так Чем бы Вот таким Эдаким Тройным Давай Вот этим Тройным Наверное На пятерочку Сейчас Сейчас ей будет Больно очень Даже пятерным Все Гейл Сжег Просто Эту бабку Нахрен А что У нас Осталось Не понял Тетушка Этель А грибы Еще А Ее воскрешают Грибы Сюрприз Тетушка Никуда Не делась Это мы Поняли Да Тетушка Карлах Держи Ее Она Бессмертная Зараза Грибы Ее воскрешают Скотина Она не ходит Кстати Она То ли Заглюченная Или Хрен его Знаю Она Ничего не делает Ну то может И к лучшему А может И к худшему А где битва Тогда Я не могу Повернуть Камеру Могу Смотри Тебе сюда Давай Наверх Нам гриб Надо уничтожить Надо было Сразу Уничтожить А кто Знал Хотя Мы читали Что то Про эту Хрень Не Не могу Подойти Ближе К сожалению Смотри Что надо Ломать Сколько Здоровья У них По 55 А у Него Полная Линия Охренеть Я прыгну Давай Нихрена себе Какие толстенькие Блин Зато 100% Шанс попасть Если бы я хотел Чтобы за моими Грибочками Присмотрели Цветик Я бы Это тебе Сказала бы Сделать Так я тут Только не упади Ой спасибо Так смотри Что будешь делать Сейчас Сюда Жахай Отлично Ничего Горят Нет Не горят Ладно Так Мозг 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 А где еще Гриб был А вон тут Мозг не может Запрыгнуть Все еще Он может Сюда залезть Давай А ну Стреляй По Грибу Не может Далеко Так Это я Нет Это Гейл Гейл Фаерболь Фаерболь Говорю Хорош Тридцать Четыре Двадцать один Остался Еще один Фаербольчик И нормально Так Это я Я могу Пострелять О Нормально Попадаю Хорошо Ха 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 Это Грибы Ценее тебя В тысячу Раз Скотина Да Я сейчас Тебе Подойду С той Стороны Тебе 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 Четкое Он Каждый Ход Восстанавливается С нуля Кто Ходит Сейчас Карга Она Не Ходит Встать Вообще Это Обидно Даже Я Хотел бы С ней Посражаться Смотри Вот это Сюда Сорок Сколько Там 17 И Что Духарда Бьет Давай Бабку На Прорубание Хорош И Чиний Болезненный ДК Шаверна И Давай Хорош Только Не Умирай Бабка 24 Нормально Так Шадо Хард Надо Взорвать Хотя Закончились Да Пипец Ж Просто Сколько 17 17 Огненного Ни Хрена И Нет И Другого Ничего Нет 16 Тут 3 30 Блин 2 Есть У кого Кто Может Этот Не Добьет Вот Зараза Одной Единицы Не Хватит Перекрыт Путь А кто Ж Добьет Гил Не Добьет Далеко Даже Не Допрыгнет Зараза Можешь Туда Нет Запульнуть Далеко А где Карлах А Карлах Уже Не Ходит Твою Ж Зараза Будет Карга Бить Сюда Можешь Прыгнуть Да Я Я Не Против Давай Пусть Попробуй Туда Ну Так Никого Не Ударит За Все Это Время Если Кажется Шадуха Мне Сейчас Не Помешает С Выстрелом Не Не Могу Огнем Прошу Прошить Так Так Ну Что Друзья Можно Нас Поздравить Пройти Игру И Не Получить Ни Одного Вылета Это Конечно Чересчур Вот Первый Вылет За Все Прохождение Baldur's Gate 3 Реально Первый Никогда Игра Не Вылетала Но Тут Сразу Было Видно Что Карга Не Атакует Зелье Я Бросил Промазал Но Она Все Равно Катсцена Запустилась Но Не Знаю Пройдет Ли Пройдет Ли Сейчас Еще Раз Наша Атака На Эти Грибы И На Каргу Этот Вопрос Сложный Нам Надо Сейчас Пробраться Грибам Поближе И Их Уничтожить А Потом Только Бить Каргу А Мне Надо Подожди Мне Надо Спасти Ванру Потом Ломать Грибы Ну Короче Кто Туда Идите Я Не Знаю Кто Кто Пойдет Пятухар Ты Туда Пойдешь Дай Наверное Ты Туда Пойдешь Сейчас Я Сделаю Невидимость Может И Пролезет Во время Боя Я Не Сохраняюсь Никогда Потому Что Тогда Не Бой Будет А Цирк Но Вот Иногда Видите В таких Случаях Нас Увидели В таких Случаях А Это Свет Выключим В таких Случаях Очень Бо Нет Тебя Видят Все Рано Представляешь Все Все Если Что Она Здесь Начнет Битву Где Гриб Сейчас Уничтожат Сейчас Начну У него Полить И Знаете Что Делать Ну Ладно Все Мне Надо Стоять Возле Нее Чтобы Бутылку Бросить Поэтому Я Должен Быть Ближе Остальные Короче Подвалите Здесь Два Грибка Один Пойдет Туда Один Пойдет Ладно Что Шадохард Там А Так Ей Надо Шадохард Убить С одного Удара Блин С одного Захода Надо Убить Гейл Иди А Кто Тут Нас Убьет Тогда В принципе Гейл Иди Ты туда Гейл А ну Раз Сосредоточиться Если Гейл Туда Засунуть А сюда Шадохард А туда Корлах Прыгнет И там Тот Гриб Расхренач На 50 Напрыгай Сюда Умечательно Хорошо Прыгнуло Вот Наш Герой Наконец Я же тебе Говорил А ты Не сможешь Кричить Мне вреда Не убег Малютку Ванру Я тебя Обставил Так что Сделай Минус Соверши Герой Подвиг Или Умри Обновление Дневника Кстати Вылезли Обновление Дневника Но она Все равно Не ходит Вы заметили Все Забагованное Место Шадохард Хренач Короче Все равно Нам его Хренач Давай Наш Ход Инициатива 5 Но он Сейчас Восстановится Просто Блин Неудачно Мы залезли С вами Ну ладно А ты Два раза Не сможешь Все Запрыгнуть Да Конечно Не сможет Лестнице Если Остальное Вот Сюда Ты Не сможешь И убить В двух Раз Это Даже Звуки Пропадают Когда Стреляешь Нету Звука Попадания Вот этого Быть туда Ну Давай На помощь Шадохард Она Сейчас Восстановится Да и Все Тут Вот Тут Быть Но Наверное Файрбол А Жахнет Так Уничтожили Он не Глюченый Глюченая Третья Схема Она Кричит Кричит Третье Уничтожение Грибка Приносит Вылет Наверное Ты уже Не нужен Папку Шлепку У нее Уж ребенок Тьо мое Она упала Кстати О сейчас Можно роды Примем Сейчас Сейчас Примем Сейчас Примем Давай Ванер Я иду Только как она Среагирует Если она без сознания Это меня интересует Моментик Блин Тут все Заглючено Какая-то камера Влетает Где бутылка Метнуть 60% Попасть Или Сколько там Процентов Она даже не выделяется Блин 65% Попасть Ну давай Тошнота Что ты делаешь Освободи Ванеру Сейчас Сиди Смирно Вылезла Спасти Вану Дневник обновлялся У нас По-моему Нет Все Роды Прошли Успешно Теперь Игра Не вылетит Потому что Мы их Стоя Принимали А теперь Нормально Принимаем Теперь Принимаем Как Надо Гаси Сколько там Надо Три раза Попасть Эх Сейчас Восстановится Жалко Грибик У меня Больше Нет Я метнул Ладно Да Восстанавливается Гнида Вот этот Надо Уничтожить Так Проснулась Бабуля Не знаю Она Опять Не ходит Но это Точно Вылет Будет Опять Не ходит После родов Не ходит Туда Надо Залететь Нам Прыгай Короче Туда Хреначь А я Добью Ужас Если что Понял Так Этот Грибочек Шлепнули Отлично Просто Shadow Hard Сюда И Нет У нас Нечем Бить Больше Серьезным Двадцатка Тут Наверное Сохранится Наверное Будет Нет Мне Такое Ощущение Вот это Сейчас Типец Может И Все Сломать Сохраняясь Время Боев Я не Сохраняюсь Но Это Исключение Потому Что Здесь Бак Наверное Это Тяжело Назвать Боем Это Скорее Прием Родов Ну Все Она Уничтожена Один Одна Единица Осталась Как Как Не попадешь Запрыгивай Так Давай Без Огня Я Просто Рваню Нет Только Не Мои Грибочки Все Бабку Можно Убивать Все Бабку Можно Убивать Грибочки Уничтожены Все Без Вылета Хорош Ну Я думаю Я ее добью Сейчас Я могу Светом Прожарить Бабуль Держи На 26 Еще Слепота Бабка Не ходит Я Это Недоработка Видать Какая Ребенок Жив Кстати Ребенок Жив Все Хорошо Главное Чтоб Катсцена Запустилась После того Как мы Ее добьем Но она Не ходит Надо ее Может за Три хода Добить Успеть Быстренько Чтобы Успеть Вообще Не ходит Совсем Плохая Бабка Путь Перекрыт Путь Перекрыт Сюда Давай Добежишь До бабули Добежит А вот тут Может быть Смерть Сейчас у нее Поэтому Давайте Еще Раз уж По полной Программера Давай Обычными Ударами Без Всякой То Магии И Всего Остального Сколько Здоровица 40 Нихера Здоровица 5 Так Стрелой Кто Нибудь В лицо Стрелой Давай Shadow Hard Легенькая Стрелой Без Эффектов Есть Фух Отомстить За Выживших Ты Ванра Да Меня Твоя Мама Прислала Он На нее Разговаривает Да О Наконец-то Она заговорила Надо было Просто Шлепать Новорожденную Защитники Детей Shadow Hard Получает Дохновение Ну Shadow Hard Скоро Матерью Станет Я думаю Знать Почему Не скажу Кто не смотрел Прошлую серию Шет Получает Дохновение Двойное Касание Я рад Уилл Любое Прочитано Заклинание Будет Проводиться Дикой Магии Все Тут Больше Нечего Взять У бабульки Блин Надо Сразу Эти Грибы Уничтожить Как мы Сюда Первый Раз Залезли Все Нормально Голова Свинки Карла Голова Свинки Все Таки Чуть Чуть Не Доделали Тут Кое Чего Ну Ладно Хорошо Что Закончилось Тем Что Мы С вами Смогли Ее Добить Только Надо Выйти Из Подвала А Я Могу Телепорт Нутся В случае Если Что Во Первых Что Еще За Дверь Здесь Кстати Что Вот Это За Дверь Давайте Попробуем Все Так Причем Уходить Все Тут А ну Пересчитайте Шесть Человек Должно Быть Все Тут Что С Фанрой Пойти С Матери Поговорить Да Так Отомстить За Выживших Мы Победили Тетушку Этель Надо Принести Хорошую Новость Бывшим Жертвам Теперь Они Смогут Жить Дальше Айк И к Выжившим Зайти И ванру Ванра Была В таком Ужасе От Произошедшего С ней Что Пустилась Бежать Наверняка К маме Надо Будет О Это Я Люблю Делать Давай Посмотрим Что Это За Дверь Ну Карга Карге Не Дали Нам Морду Набить Это Верно А Это Что Серьезно Что Ли Ну Мы Эту Дверь Давно Видели А Нахрена Мы Ключ Воровали А Нахрена Мы Доступ Получали Если Можно Сюда Просто Войти Было Тут Явно Что Сломано Вот Эта Дверь Должна Быть Красной И Заперта С той Стороны Мне Кажется Потому Что Смысл Тогда Ключ Воровать Если Я Мог Войти Сюда В Этот Подвал И Сделать Что Мне Нужно Ладно Так Как дела Мужик Сундуки Ворует Что Это За Чудища Если Я Тебя Пальцы Трону Я Ворую Папа Дыши Со Все В Порядке Тебе Спасибо Так Пошли Еще На Балконе С Ребятами Поговорим Может Они Что Нам Тоже Скажут Интересное Где Капитан Дьявол Ее Подери Почему Она Не Вмешается Мертва Твоя Капитан Я В Русалке Какой Только Дряни Не Навидался Но Вот Ты Таких Чудовищ Впервые Видел Спасибо Тебе За Помощь Ой Спасибо Игре Что Дала Закончить Квест Было бы Обидно Реально Первый Вылет За Все Наши Похождения А может А не Первый Может Уже Был Может Реально Был Так Вот Парень Еще Хочет Что-то Сказать Девять Кругов Ада Мне Срочно Нужно Выпить Надо Потемнее Теперь Эля Подобрать И тебе Привет Боцман На Русалке Сегодня Грустный День Грустный Кровавый Да ладно Ты теперь Хозяин Капитан Гризли Мертва Одно утешение Что ты Отправил На тот Свет Ее Убийцу Эту Проклятую Коргу Да я Гризли Отправил Тоже Может Не надо Было Гризли Убивать А Может Надо Было Только Ее Шлепнуть А Тебе Может А как Ее схватили Вообще Без понятия До сих пор Башка Раскал Такое ощущение Что я неделю Бродил в тумане Они все Одержимые Короче Были Я знаю Только что Моим долгом Было Защищать Своего Капитана И я Подвел Ее Да Подвел Русалка Она оставила Мне Как она Успела Конечно Без нее Будет уже Не так Как прежде Но знаешь Что тебе Здесь Всегда Рады Спасибо Учту А эти Еще тут Говорил Честно Они уже Со мной Не разговаривали Блин Опять Заглючила Ладно С этим Поговори Надо было Обо всем этом Рассказать Капитана Не сгорели Давние Друзья Мы расскажем Это Но не наша Проблема В всяком Случа Не твои Мой Тебе совет Валюется Это пока Не поздно Да Мой Мой Совет Вам такой Же Какой Капитан Вы расскажете Ладно Ладно Будем считать Что Легкие Глюк Надеюсь Он ни на что Больше не повлияет Главное Квест Сейчас Закрыть Я совсем Не боюсь Этих Так называемых Пиратов По моему Они Милашки Ладно Пошли К Лори А потом Уже Пошли К Лори А потом Уже Тогда Туда А где Лора Живет А Лора Живет Вот здесь А потом Пойдем В дом А тут Еще Одна Ходит Странная Весьма Странная Тоже Как будто Незаконченный Какой-то Квест Или Неначатый Квест Недосказанность Легко Ощущается Поэтому Я пока Его Не буду Ни Ни Зелья Брать Ни Убивать Посмотрю Может Что-то Развернется Еще Давай Лора Тут Дочь Тут Дочь Тут Вам Радошла Ура Можем Сходим Прогуляться Хочешь Ошейника Не видать Можно Я С собой Заберу Какого Еще Ошейника Куда Лора Делась Лора Мамочка Сейчас Подожди Тут Тоже Странно Что-то Творится Твоя Ошейник Уже Здрасте Ты вернул Ее мне Ты вернул Мне Мою сладкую Девочку Мою Любимую Доченьку Это мне Надо было Разбираться С Каргой Ты уж Теперь Получше За ней Приглядывай Тебе Очень повезло Что я Вовремя Подоспел Твоя дочь Была На волоске От смерти Хорошо Что я Еще Книгу Прочитал Зельем И Когда смерть Придет За мной Надеюсь Что Еще Не скоро Я умру С твоими Со времен Моей Пиратской Жизни Еще раз Спасибо Тебе Ты Храбрее Половины Жителей Этого Города Мести Взятых Ого Спасти Ванру Лора Благодарна За то Что мы Вернули Ее Дочь Она Благодарила Нас Символическим Подарком Ни хрена Символически Обычно Двести Монет Дают Так Пошли Еще К одним Сходим Честный Продавец Такой Шен И честный Давай В развалины Там Еще Перепуганные Сидят Теперь Клуб Придется Закрыть Карга Мертва Наверное А может Она Не Атаковала Потому Что Я Быстро Роды Принял У Нее А Может Поэтому Это Как бы В книге Писалось Что Это Ее Обессилит Полностью Или Обездвижит Я Что-то Не Понял Ну Ладно На второй Раз Рода Мы Правильно Приняли Надо Было Просто Горизонтально Сделать И Тогда Пошло Все Видите Все Пошло Ну Что Майорина Дело Сделано Она Правда Мертва Да Этель Больше Нет Да Наконец А как Ты узнала Почувствовала У меня как будто Это Осколок стекла Сидел В груди А потом Его Вытащили Наконец Девочка Ты ее спас Правда Да Она Потряс Сена Пережитым Но Жива Даже Говорит Начало Да Слава Бога Капитан Только Убили Ты слышишь Коннор Этель Мертва Ох Ой Ты не поменялся Ты по прежнему Зомби Что опять Жива Что ли Я думала Что когда Этель Не станет Ну ничего Я найду Другой способ Тебя вернуть Как-нибудь Он никогда Не станет Человеком Отпусти его Ты помогла Мне уничтожить Этель Отпраздна Эта победа Я прикончил Этель Для тебя Я хочу Получить Вознаграждение Быстро Давайте Уже Чтобы Они Не мучились Убедим Его Каким Нибудь Способом Чтобы Он Отпустила Своего Зомби Мужа Иначе Так И будет Сю Жизнь Прятаться По Домам Заброшенным Вместе С ним Не Станет Он Уже Обычным Метель Мертва Сто Процентов Уже Уже Даже Грибы Ушли Хрен Мы Убедим Блин Четверка Не Вылетит Хрен Убедишь Кого С Этим Кубиком Сраным Давай Мечты Вдохновения Мы Тут Вдохновились Родами Давай Еще Shadow Heart 13 Я знаю Будь оно Все Проклято Я знаю Конор Я тебя люблю Еще девчонка В тебя влюбилась Когда ты мне Нарвал колокольчиков И позвал На летнюю ярмарку Но тебя больше нет А это уже не ты Все Кончено И Эта День Не Ты Не Оно Оно А в этом смысле Отпустить А Она его просто Куда-то Телепортировала Нет Убила Мне нравится Что ты так Не смогла Его спасти А можно Интересно Конора Спасти Ладно Упокоить Его было Самым Милосердным Решением Он так Мучился Отходить Это зомби Ужас Его хотел Еще Вначале Убить Но Что-то Думал Что он Будет Лучше Выглядеть А он Совсем У тебя Гнилой Тогда Почему Мне так Больно Вот Возьми Спасибо Что Убила Этель Но Теперь Я пойду Все Будет В порядке Я Ведь Сильный Я Знаю Мне Просто Нужно Побыть Одной Редко Когда Услышу Столько Слов Благодарности От Бедолаг Которые Так Не Повезло Жизни Но Когда Мы Рассказали Массой Победе Над Этель Ее Бывшие Жертвы Были Вне Себе От Восторга Амулет Подражание Феям Ну Все И Зомби У тебя Нет Начинай Жить С Ну Ля Ну Что Поделаешь Ну Не Вернешь Ты Его Он Уже Разложился Наконец-то Избавились От Этель Благодарю Тебя Теперь Я смогу Начать Жить Спокойно Вот Еще От Конора Избавились Но Добавить Остальные Ничего Скажет Клет поверить Не можешь Что ты Убил Саму Тетушку Этель Это Потрясно Если тебе Когда Мне понадобится Жрица Хельма Я Приду На Помощь Обещаю Да Будет Тут Одно Дель Надо Будет Да Клет Чувствует Смелым Радостным Хорошее Чувство Ну Да Вот Как Важно Заглядывать Во все Дневники И мы Впервые Применили Алхимию В игре Которая Спасла Человека Сразу С первого Раза Ладно Выходите Сюда Все На Сегодня Нам Приключений Хватит Это Кто Александр Сели В этот Трупик Смущенная Русалка У нас Тут Лежит Давай До Смущенной Русалки Ой До Смущенной Русалки Ой До Смущенной Русалки Сейчас Добежим Там Остановимся Вот Сюда Ох Там Какая-то Беготня Смотри В чем Происходит А Вы не Построились Еще Да Все Вот Тут На Террасе С вами Остановимся Нет Тут На Проходе Не будем Стоять Еще На Мужика Можно Наступить Вот Тут Как Раз Остановимся Возле Этого Столика Столик Для Нас Как Говорит Сколько Нас Четверо Рассаживайтесь Блин Сюда Не Удается Попасть Ладно Я посижу А вы Постойте Кто-то Еще Хочет Присесть В Духар А Их Надо Всех Разъединить А Сюда Мож Присесть Не Так Отвиньте Чуть Никто Не Брось Отлично Сейчас Сяду А потом Вылезти Не Смогу В Следующий Раз Вызыв Зайду Посмотрите Куда Не Попасть Ну Как Да Как Ж Это Здесь Стоишь А Реально Не Попасть Не Попасть Ну Ладно О Не Очень Ровненько Сидим Ну Ничего Да Гейл Во Вот Это Наша Компашка Тут Отдыхает Мозг Можно На руки Взять А тут Если что Умыться Можно Руки Помыть Не Надо Ходить В туалет Смотреть Все Есть Вот Так Мы Обсуждаем То Что Здесь Произошло Ой Ужас Какой Ладно Надеюсь Это Мы тут Навсегда Не Останемся По сохранению Выхода Из игры Все Друзья На этом Конец Следующей Серии Топ Поем Вот Сюда Тут У нас Тоже Какое-то Грязное Дело Расследовать Наконец Надо Точку Поставить В этом Вопросе С Убийцей И По идее У нас Станутся Только Ключевые Точки Вот Это Последняя Побочка Вот Эти Все Исчезнут Стать Во Время Выполнения Этой Точки И Останутся У нас Сюжетки Персонажей Кроме Астариона И Ключевые Моменты По сюжету То есть Вот Так Разбросали С вами Историю Сетель С которой Познакомились В начале Игры Практически В прологе Она нам Зелья Продавала Представляете Сколько Времени Прошло И встретились Вот здесь Спустя Столько Времени А И Чуть Не Забыл Сейчас Сейчас Мы Что-то Добра Набрали Хотел Выходить Самое Новое Самое Новое Самое Новое Не у Меня Самое Новое У Меня Да Правильно Да У Меня Вот Мы Что-то Три Добра С вами Взяли Во Первых Это Амулет Подражание Феям У вас Есть Преимущество При Спытаниях Интеллекта Мудрости И Харизмы Классная Вещь Когда Вы При Смерти Вы Автоматически Стабилизуете С начале Хода Очень Хорошая Вещь До Максима Величивает Количество Станавлив Хачков Здоровья Мне Это Больше Подходит Это Конечно Тоже Охренительная Вещь Но Есть Кому Ее Выдать Харизму Проверять Там И все Такое Вообще Это Конечно Мне Бо Подошло Но Мне Важнее Вот Это Наверное Тем более Кондиция Гриппа Практически Вначале Дали бы Лучше Страха Лучше Раней Никогда Я их Не Использовал У тебя Что Исцеляющее Слово У нас Тульчики Сидет Ты посмотри На них Один Гейл Стал Исцеляющее Слово И массовое Исцеление Слово Круг Раз А у тебя Что У тебя Увеличение Показатель Уносится Молодец А У тебя Крутая Вещь Да Мы Это Используем Там На 7 Очков Здорово Давайте Это Если Что Мы Почти Не Используем Единиц Буквально Увеличие А вот Кольцо Что Нам Дали Когда Действует Ваша Сердейская Классовая Особенность Прилив Хаоса Любое Прочитанное Вами Заклинание Будет Провоцировать Сплеск Дикой Магии Друг Мага Магия Плюс Один Религия Это Хаос Крутая Вещь Будет Вот Еще У нас Есть Амулет Садника Ветра Верховно Ветре Школа Превращения Третий Круг И Порыв Ветра Два Заклинания Дает Садник Ветра Хочешь Тебе Сюда Дадим Интеллект Мудрости Блин Может Давай Сюда Два Заклинания Дополнительных Порыв Ветра Верховно Ветре Давай Тебе Вот Это Луч Наверное Выдадим Вот Ася Что Потом Будем Менять И Что То Легендарное Прерогатива Дуэлянта Это У нас Рапира Да Круто Круто Для Уилла Круто Для Джохейры Но Больше Для Уилла Пока Ваша Вторая Рука Пуста А Две Руки Тем более Или Для Астариона Хорошо Вы Наносите Критический Удар Если Вы Брас 19 Пока Ваша Вторая Рука Пуста Кроме Того Вы Получаете Дополнительное Ответное Действие За Ход Нет Это Для Уилла Идеально При Получении Удара Оружие Ближнего Боя Используется Ответное Действие Чтобы Настить Это Плин Круластная Вещь Вызвать На Дуэль Можно Вот Как Раз Отца Уилл Пойдет Забирать Я Ему Вручу Эту Штуку Только Главное Не забыть Это Сделать Ну Все Вроде Бо Так Теперь Вроде Бо Все Шедуха Присядьте Никто Не Разрешал Вам Вставать Мистер Гейл Аналогично Все Вот На Это Мы С В Закончим Спасибо Всем Кто Смотрел С Шедвел Лил Плей И До Встреч Черт Балдора Треть Пока